Это курс общего оздоровления и избавления от вредных привычек. Откройте ваши конспекты, напишите шестое занятие и напишите тему «Прояснение сознания». «Прояснение сознания». Этот вопрос один из самых сложных о проясненности сознания и что именно имел в виду Геннадий Андреевич Шичко, формулируя этот вопрос в дневничке. Смотрите сами, у человека в голове записаны различные ложные программы, что алкоголь хорошо, табак прекрасно, ешь побольше, будешь здоровый, очки спасут, врачи помогут самому делать, ничего не надо. И вот человек приходит на подобные курсы и начинает себе записывать новые программы о том, что алкоголь яд, что табак яд, что смешанное питание яд, что очки калечат глаза. Очки калечат глаза. И за неделю люди, которые выполнили все домашние задания, написали все дневники, самовнушения, анкеты, сочинения, то есть все полностью выполнили за эту неделю. Эти люди у себя ложную программу в голове разрушают, а новую программу себе записывают. Почему я это утверждаю так? Потому что соратница одна даже пишет, сегодня смотрю, как соседка за столом за соседним травит себя смешанным питанием. То есть она уже не сама смотрит, чего ест, она уже смотрит, чего другие как едят. То есть у ней уже изменения на уровне подсознания произошли. Ну я думаю, что не найдется среди вас ни одного человека на сегодняшний день, который бы вышел и говорил, что вот это правда, а это ложь. Да, ни один человек. Хотя если бы я на первом дне вам сказал, вот это вот все, вы бы тут на дыбе встали, сказали, человек сумасшедший, ерунду какую-то говорит, понимаете, что выпить на праздник, это греха никакого нет. То есть уже изменения на уровне подсознания произошли. Но казалось бы, на этом можно было бы и расстаться. Нет, соратники, дело оказывается обстоит намного сложнее. Вот эти ложные программы по всему сознанию пустили ядовитые корни. Какие это корни? Ну скажем, алкогольная программа пустила корни какие? Праздник? Алкоголь. Радость? Алкоголь. Горе? Алкоголь. Родился? Алкоголь. Умер? Алкоголь. Деньги дали? Алкоголь. Деньги отобрали? Алкоголь. Вообще вся жизнь вокруг алкогольной программы у человека и крутится. А ведь эти корешки надо тоже из подсознания убирать. А с другой стороны, мы с вами, соратники, начали писать мощную программу, что трезвость, здоровье, это прекрасно. Программу-то мы начали писать. Но ведь эту программу надо наполнить каким-то реальным, конкретным содержанием, а именно праздник, это трезвость, радость, это трезвость, горе, все равно трезвость. То есть нам же надо иметь в голове программу, как себя вести в той или другой ситуации. Где гарантия, что вы через полгода на какие-нибудь поминки не попадете? Да выпейте стакан, ты чё? А у вас эта заноза в голове сидит, и она может сработать. И вот эту вот работу по окончательному прояснению сознания, то есть убиранию вот этих ядовитых корешков и записи вот этой новой ромашки трезвой, здоровой жизни, никто за вас, к сожалению, сделать не сможет, никакой нанятый негр. И вам это всё предстоит сделать самим в течение ближайшего полугода. Я вам дам специальный график введения дневника, и для вас с завтрашнего дня одним из важнейших вопросов в дневнике будет такой. В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? Разберите каждый раз один новый случай, бывший с вами. И вам каждым дневником надо будет начать разматывать свою жизнь назад и вспоминать те случаи, когда вы сами употребляли алкоголь, либо находились в компании и благожелательно к этому занятию относились. Ну, например, вот вы пишете уже дневничок номер 12. И размотали почти целый год назад, и дошли до такого случая. Некоторые люди употребляют алкоголь, когда из отпуска возвращаются вновь на работу. Зачем они это делают? Ну, на работе такая традиция. В отпуск уходишь, бутылку ставишь, с отпуска приходишь, две несешь. Что в этом неправильного и плохого? Тут все неправильно и плохо. В коллективе 12 человек. 12 человек в отпуск ушли, 12 пьяных. 12 вернулись, еще 12 пьяных. 12 дней рождений. Да еще там праздники всякие. Трезвые недели на работе ни одной не проходят. А как поступите вы? Напишите три варианта поведения без алкоголя. И вы должны написать, что в следующий раз, выходя из отпуска, я испеку торт, принесу и устрою чаепитие с тортом. Да? Ну, чтобы не думали сотрудники, что я жаден, а на этот вонючий алкоголь деньги пожалел. Испеку торт, принесу торт. Или, скажем, принесу на работу бидон ягод. Угощу всех. Это хорошая русская традиция. При встрече посидеть за столом, вкусно поесть. Она нормальная, но без алкоголя. И тогда у вас вот это вот занозено, что коллектив, отпуск, алкоголь, она у вас уйдет, у вас будет уже реально записана программа. Вот как в этой ситуации можно себя вести без алкоголя. Без алкоголя. Запишите всем. График введения дневника. График введения дневника. График введения дневника. До 20 августа ежедневно. 15 дней. До 20 августа ежедневно. Вам сейчас будет проще, занятий не будет, время свободное вечером будет. До 20 августа ежедневно. Далее август-сентябрь через день. Далее август-сентябрь через день. Август-сентябрь через день. Октябрь-ноябрь два раза в неделю. Октябрь-ноябрь два раза в неделю. Декабрь-январь один раз в неделю. Декабрь-январь один раз в неделю. Нише запишите. Обязательно писать дневник накануне алкогольно-объедательной ситуации. Обязательно писать дневник накануне алкогольно-объедательной ситуации. И после нее. Накануне алкогольно-объедательной ситуации. И после нее. О чем идет речь? Ну, представьте, у ваших лучших друзей Сидоровых, скажем, 15 августа день рождения, да? А у вас уже традиция. Каждый год 15 августа все к Сидоровым на дачу. А Сидоровы народ известный. Они мертвого напоют. От них еще своим ходом с дачи никто не уходил. А у вас еще сознание до конца не произнено. И вы знаете, что там к вам недобрые руки потянутся, чтобы за штаны за юбку. И, как говорится, фейзом аптейбл опять стукнуть вас в это болото пьяное утащить. И встает вопрос, идти к Сидоровым на день рождения туда на дачу или не идти. А две соратники только один. Идти и идти обязательно. Но накануне этого похода вы должны вечером написать в дневнике самовнушение. И в дневнике для вас важнейшим вопросом будет такой. В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? Вы напишите. Некоторые люди употребляют алкоголь на дне рождения у живодеров Сидоровых, да? Зачем они это делают? Ну, Сидоровы народ глупый. Они на всякие курсы не ходят. У них такая установка. Вот напоить до полусмерти. Это и есть угостить, уважить, отпраздновать. А что вы нам неправильного и плохого? Напишите. Все неправильно и плохо. Праздник, день рождения, люди себя травят ядом. На это безобразие дети смотрят, программируются. А как поступите вы? Напишите три варианта поведения без алкоголя. И вы должны написать. Завтра у Сидоровых на даче я буду петь, танцевать, буду отдыхать. Поиграю с детьми. Вначале потребую, чтобы несли мясо, рыбу, салаты, белки. Через три часа потребую, чтобы тащили торты, пироги, значит углеводы. Все себе распишите и смело идите к Сидоровым на день рождения. С этого пути вас уже там никто не собьет. И я вас уверяю, что вы прекрасно проведете время. Но когда вечером домой вернетесь с дня рождения, обязательно еще раз закрепите этот успех. Напишите снова дневник и самовнушение. И для вас в дневнике одним из важнейших вопросов, самым важным будет такой. Ваше отношение к спиртному, ваше отношение к предложению употребить спиртное и ваше пребывание в компании, употребляющей спиртное. И вы должны написать, сегодня была на дне рождения у Сидоровых. Господи, да что ж с людьми творится? Да к концу-то вечера перепелись, да там переругались, а у меня-то все хорошо, да все прекрасно. Однако завтра утром съезжу-ка я снова на дачу к Сидоровым. Да посмотрю на их опухшие рожи, да продемонстрирую, что такое трезвый, здоровый образ жизни. И будьте уверены, вот эта метастазина, Сидоровый, алкоголь, день рождения, дача, у вас уйдет. У вас уже будет ваш реальный опыт, как себя вести достойно вот в такой конкретной ситуации. Обратите внимание, что дневники пишутся с затуханием в течение полугода. Почему такой срок? Этот срок Шачко обнаружил экспериментально. Это свойство человеческого мозга. Я очень люблю слушать и рассказывать анекдоты, но я бы на себя заметил одну странную особенность. Встречу какого-нибудь приятеля в Академгородке, здорово, ну расскажи, что им веселее, и он мне расскажет анекдот. Вот я ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, но я знаю абсолютно точно, что если я этот анекдот в течение дня не вспомню, кому-то не перескажу, если я его в течение недели еще где-то в компании не вспомню, не расскажу, я его через месяц просто забываю навсегда, просто навсегда. И через месяц опять этого приятеля встречу, здорово, здорово, ну расскажи, что им веселенько, он мне опять этот анекдот. Я ха-ха-ха-ха-ха-ха, сам думаю, да ну не может быть, чтобы я его не слышал, но я его точно не помню. Но если с какой-то информацией человек постоянно общается в течение полугода, то сознание понимает, что это одна из самых важных информаций, и закачивает в такие глубины подсознания, что оттуда, как говорится, только можно вырубить топором. Ну, яркий пример подобной программы это таблица умножения. Вспомните, как мы с вами в школе учили таблицу умножения, помните? Дважды два четыре, пять и пять двадцать пять, учили, писали, на ночь, отвечали, полгода учили таблицу умножения. Что хотите со мной делайте, я ее не могу забыть. Шесть и шесть у меня откуда-то вылетает тридцать шесть, не думая, вылетает, срабатывает программа. Могу я забыть таблицу умножения? Как вы думаете? Да, могу, по методу Шичко. Вот попробуйте перед сном пописать абракадабру три дня. Шесть и шесть тридцать шесть, семь и семь тридцать семь, восемь и восемь тридцать восемь. Четыре дня попишите, на пятый день вам попадется восемь и восемь, и начнете на пальцах складывать. Потому что вылетать-то будет не шестьдесят четыре, а тридцать восемь. Вот только что вы себе программу написали, восемь и восемь, тридцать восемь. Но нам с вами таблицу умножения затирать не надо в подсознании. А вот ложные программы таким образом затираются и вытесняются из подсознания программами новыми. Запишите все. Техника безопасности. Техника безопасности. Техника безопасности. И запишите с красной строки. Для достижения стопроцентного результата, для достижения стопроцентного результата, я буду двоеточие. Результата, я буду двоеточие. Что мы, кстати, называем на наших курсах стопроцентным результатом? Мы называем ситуацию, когда человек снимает очки, восстанавливает зрение и начинает видеть без очков так же, как он видел в очках. То есть, если он в очках видел с пяти метров шестую строчку и начал видеть без очков шестую, то вот это мы называем стопроцентный результат. Он может еще больше получить и седьмую, и восьмую, и десятую увидеть, развить свое зрение. Но вот стопроцентных мы считаем, человек видел без очков, начал видеть как в очках, вот это ситуация стопроцентных. Итак, я буду, первое, максимально откажусь от очков. Первое. Максимально откажусь от очков. Максимально откажусь от очков. Второе. Перечитывать конспект и дополнительную литературу. Перечитывать конспект и дополнительную литературу. И дополнительную литературу. Значит, что касается дополнительной литературы по зрению, вот одна из самых простых, коротких и лучших книг, я считаю, запишите, Бенджамин, которая хорошее зрение без очков, но ее ребята переиздали, и она, в общем, вот у нас есть. Бенджамин, автор, вышла, в общем, прекрасная книга, авторы Афонин, Травинко, запишите, Афонин, Травинко, Афонин и Валентина Травинко, Игорь Афонин, Валентина Травинко, называется их книга «Как прекрасен этот мир, посмотри», «Как прекрасен этот мир, посмотри». Очень редкая сейчас книга, но если увидите, обязательно купите. Игорь Афонин, это тот самый Игорь Николаевич Афонин, у которого я пять с половиной лет назад восстанавливал зрение в Череповце. Он до сих пор ведет эти курсы, и как-то в Череповец приехала Валентина Травинко, это известная писательница-журналист, знаете, книжки зеленые, она пишет о здоровье. И она приехала в Череповец, а приехала в очках, и увидела объявление, курсы по восстановлению зрения. Она пришла, просидела все эти курсы, сняла очки, восстановила зрение, и Афонину говорит, слушай, так надо же срочно книгу об этом писать. Афонин говорит, да я не писатель вроде, ну давай вместе. И вот они вместе написали вот эту книгу «Как прекрасен этот мир, посмотри», там и Афонин, та книга Афонин, Травинка, Афонинка, Запишите еще. Корбетт, 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 Маргарет Корбетт, это ученица Бейтса, самая известная ученица Бейтса. У ней была такая судьба сложная, у ней начал слепнуть муж. У мужа зрения было минус 20, и врачи ей сказали, приготовьтесь, будете жить со слепым мужем. И тут она услыхала, что в штате Нью-Йорк живет профессор Бейтс, который не очки прописывает, а зрение восстанавливает. И она повезла мужа к Бейтсу. Бейтс мужа посмотрел и сказал, зрение восстановим. И Маргарет Корбетт дала обет. Если мужу сохранят, восстановят зрение, то она всю свою жизнь положит на то, чтобы эту методику как можно шлили по всей Америке и по всему миру пусти. Мужу зрение восстановили, и именно Маргарет Корбетт, она не врач, она талантливый педагог, развернула сеть вот подобных курсов по всей Америке, и в общем от нее пошли эти курсы и в другие страны. Книга у нее по-разному называется, типа «Как быстро восстановить зрение», но в общем запомните автор Корбетт, Маргарет Корбетт. А саму книгу Бейтса читать я вам не рекомендую. Это серьезный научный труд, который переводил специалист по переводу детективов. Я специалист оптика, я кандидат в физмат-наук по специальности оптика, моя первая специальность. Я сидел, читал, догадывался, о чем Бейтс мог писать. То есть я сидел, догадывался, так сказать, потому что... А вот вторая часть там, Маргарет Корбетт, книжка, очень и очень полезная. Запишите еще автор Хаксли, 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 Хаксли. Книга называется «Как вернуть зрение», как вернуть зрение, Хаксли, как вернуть зрение. Олдос Хаксли – это знаменитый английский писатель-романист. Он написал около 50 романов и ослеп. У него зрение минус 20, ему врачи категорически запретили читать. И он освоил аспуку Брайля, пальцами, как слепой начал читать. А он жил в Англии и услыхал, что в Америке живет профессор Бейтс, который зрение восстанавливает. Он все бросил и поехал в Америку. Но Бейтс уже умер, и он попал в группу к Маргарет Корбетт. Восстановил зрение и написал книжку, тоненькая книжка, которая переведена на 185 языков мира. Вот эта его книжка «Как вернуть зрение». Это размышления серьезного английского писателя обо всех этих проблемах. Если увидите, очень тоже редкая книга, обязательно ее найдите. Значит, что касается книжек о методе Шичко, запишите автор. Иван Дроздов. Иван Владимирович Дроздов написал книгу, единственную книгу Геннадий Шичко и его метод. В этой книге половина идет рассказ вообще о Шичко и о том, как он к этому пришел. А вторая половина – материалы самого Шичко по методу избавления, скажем, от алкогольной зависимости. Называется его труд в помощь пьющим, пожелавшим стать трезвенниками. Я знаю десятки людей по стране, которые, почитав эту книгу, навсегда перестали употреблять алкоголь с помощью вот этой методики Шичко. Запишите еще, автор, Углов, академик Углов. Его книги – это энциклопедии по здоровому образу жизни. Он написал книгу «Самоубийцы», вот тот материал, который я вам давал вчера, позавчера, я взял из этой книги. У него прекрасная также книга, очень редкая, «Ламихузы». Кстати, знаете, кто такие ламихузы? Нет? Мы долго думали, есть ли аналог вот так спаивания, уничтожения своих собратьев с помощью наркотиков в живой природе. И выяснили, что в живой природе такого нет, чтобы животные одного вида своих собратьев убивали наркотиками, этого нет, только в людской среде. Но животные одного вида против животных другого вида наркотики пускают очень успешно. И яркий пример – маленький жучок ламихуза. Вот такой маленький жучок, он залезает в муравейник, и в муравейнике начинает учинять форменный разбой. То муравьишку сожрет, то яйца муравьиные поест, свои яйца откладывает, муравьи их не различают, выращивают ламихузят, так сказать, вместе со своими личинками. Но муравьи-то понимают, что к ним бандит залез, а у них есть в муравейнике боевые муравьи, боевики-муравьи. И они им дают приказ уничтожить ламихузу, а не только к ламихузе, а он поворачивает ними задними лапками, и у него сзади там такие волосики, треховы. И он с них начинает выделять наркотическую жидкость типа алкоголя, алкоголь выделяет. Муравьи бегут, его кусают, слижут, цепляют, дуреют. Зависимость у них появляется, а потом они уже ламихузу любят, они его уже, так сказать, ухаживают, они его по утрам вокруг него, как вокруг пивной, собираются. И у них только одна задача, лизать, лизать этого ламихузу, и муравейник начинает распадаться. То есть нарушается работа, так сказать, разоряется, все. А в это время ламихузята вы углубляются, они этот муравейник доедают и переходят на другой. Вот такой есть жучок ламихуза-паразит. Но что интересно, у муравьев есть способ борьбы с ламихузой. Вот что интересно, есть способ борьбы. В чем он заключается? Понаблюдайте за муравейником. Муравьи время от времени свои яйца, знаете, белые такие, вытаскивают и перепрятывают с одной норки в другую. Постоянно таскают их туда-сюда. Зачем они это делают, биологи не знают. Но яйцо муравья, если вытащить на свет и снова спрятать, ему ничего не бывает. А личинка ламихузы, как только ее на свет появляется, вытаскивают, она тут же гибнет. То есть ламихузы чего боятся? Света боятся. Правды они боятся. Вот что им надо. Правды их надо добивать, убивать этих ламихуз. Вот. Значит, вот книги Дроздова, книги Углова. Ну, в принципе, по части Курева, самая лучшая книга, Мириан Стоппер, «Бросим курить». Вот все курильщики, кто курит или у кого курят, возьмите, вот почитав эту книгу, заставьте курильщика почитать, тяга к этому отравлению у человека резко пропадает. «Бросим курить». Ну, она есть там, вот потом подойдете, посмотрите. Ну, вот Шичко, основной словарь трезвенника. Здесь не только то, что я вам давал, словарь Шичко, несколько слов. А он тут всем словам дал правильное научное толкование по этой проблеме. Тоже посмотрите. Ну, и вот одна из лучших книжек по раздельному питанию, это основоположник раздельного питания в мире, американский профессор Герберт Шелтон. Называется «Артотрофия. Основы правильного питания». Уникальнейшая книга. Если бы я ее в 10 лет прочитал, я бы зубы все себе сохранил. То есть, вот, я просто, эта книга, вот я говорю, что? Это называется «Артотрофия. Основы правильного питания». Это основы раздельного питания. Это самый ведущий специалист в мире. Семенова у него все взяла. Так, записали с литературой, да? Третий. Третий. Мы пишем технику безопасности. Третий. Заполнять дневник в соответствии с графиком и рекомендациями. Заполнять дневник в соответствии с графиком и рекомендациями. В соответствии с графиком и рекомендациями. Четвертое. Не делать тайны из того, что я сознательно отказался или отказалась от алкоголя, табака и очков. От алкоголя, табака и очков. От алкоголя, табака и очков. Поставьте тире и напишите. Наш метод основан на правде. Наш метод основан на правде. Сознательно отказался от алкоголя, табака и очков. Наш метод основан на правде. Вот вы знаете соратники. Среди нас с вами соратники есть такие соратники, которые нам с вами соратники. Совсем не соратники, да? Вот есть люди, которые после окончания подобных курсов, я это называю, начинают крутить хвостом. Слушай, пойдем выпьем. Да не, 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 я за рулем. Да не, не, я вот тут занят. Да не, не. То есть человек начинает врать. Вместо того, чтобы сказать, я веду здоровый образ жизни, показываю прекрасный пример детям, всем окружающим. Человек начинает врать. Ну а если он начинает врать, то его бесы подкараулят и ножку ему подставят. Это уже проверено. И вот у меня был такой интересный случай. В Тюмени ко мне из деревни на занятия приехал один соратник. Молодой парень, дектринцы. Заходит на консультацию и говорит, где тут от алкоголизма лечу? Я говорю, ну заходи, тут всех от алкоголизма лечим. И он начал ходить на занятия. Я ему дал специальный дневник от алкоголя табака. Вам завтра раздадут эти дневнички. Он начал с ними работать, все прекрасно, значит, все нормально. Парня через неделю стало просто не узнать. А он целую неделю жил у родственников, только ходил на занятия, делал домашние задания и всю эту литературу перечитывал, сидел дома. Он на третий день перестал травить себя табаку. На пятый день проводил лечебное голодание. Парень вообще талантливый, пишет, сегодня с меня течет не моча, а табачный дегой. Я из 30 лет, с 6 лет, 24 года сосу, значит, табак ядовитый. У меня мясо прокопченное. И вот эта копоть с меня выходит, лицо становится розовым, белым, ну и так далее. В общем, я говорю, парня копцу занятий стало просто не узнать. На последнем занятии руку сжал, Владимир Георгиевич, приезжай мы с тобой, так сказать, на рыбалку там. Ну, в общем, все, все прекрасно. И через неделю вернулся назад домой в деревню и не курит и не пьет. Деревня ахнула. Ты что, кодировался? Нет. Зашился? Нет. Лечился? Нет. А что не куришь, не пьешь? Ну, не хочу, не курию и не пью. Неделю живет, не курит, не пьет и все отрицает. Месяц живет, не курит, не дам, мало не курит, не пьет, письма куда-то посылает, письма посылает, понимаете? Ну, и когда он очередные дневнички послал, в ящик бросил почтовый, он за угол, они тут же его вскрыли, заинтригована вся деревня, что с мужиком-то случилось? Вскрыли этот ящик, достали письмо, а-а-а, лечился, ну, вон же, видно, что лечился. Что ж ты? И он, чтобы доказать им, что он такой же сумасшедший, как они, нелеченый, взял бутылку водки, буль-буль-буль, взял его в себя, ну что, не умер? Не умер. Значит, не лечился? Ну, значит, не лечился. И пишет мне, чего делать дальше. Я отвечаю, ну, а зачем врать-то было? Ну, приехал, сказал, ребята, прекрасный метод, ни страха, ни насилия, очищаешь сознание, душу, тело, живешь как человек с новой трезвой программой. Вот меня очень сильно выручает во всех таких ситуациях вот этот значок члена Союза борьбы за народную трезвость. Вы знаете, он мимо людей не проходит. Обычно, что у тебя за значок? Ну-ка, ну-ка. Я говорю, Союз борьбы за народную трезвость. Трезвость, да ты что? Да я уже давили давно. Да нет, это святая идея, вечная, удавить ее невозможно. Я не потому не употребляю алкоголь, что у меня там печенка, селезенка болит. Нет. Я народ свой трезвостью спасаю. И тебя с трезвостью своей я тебя спасаю. И вы знаете, такая позиция в любой компании, где бы я ни был, вызывает у людей уважение. У нас на Руси всегда идейных людей уважали. Так, правда, человек за идею пьет. А тут начинают разливать. Я говорю, я не употребляю. Ты что, больной? Да нет, я говорю, я, ребята, как раз здоровый человек. Я им употребляю. Да у вас не все в порядке с головой. Вы яд собираетесь сосать, дуреть, понимаете, болеть с него. В конце концов и помирать. И помирать. У меня тоже еще был один очень интересный случай. Я как-то в Омске разыскал своего однокурсника и одноклассника. Мы вместе физмат-школу кончали. Пять лет отучились в университете. А потом разъехались и 20 лет не виделись вообще. И тут я его разыскал, значит, телефон, звонил, здорово. Ты что ли? По голосу узнал. Я говорю, я. Да ты где? Волк. Да ты что? Да приезжай ко мне сейчас сюда. Я говорю, да тут курсов. Никаких курсов приезжаю. Я говорю, как ты так отживешь? Да тут вот маленький ребенок, поздний брак. Ну, в общем, приезжай, сам все увидишь. Ну, приезжаю, обрадовались, все. У него действительно пятилетний сынишка, Петька, бегает. 38 лет, первого ребенка родился. Ну, с Петькой познакомились. Петька, дядь Володя, все как надо. А Петька у них капризный, ну, до невозможности. И он мне говорит, слушай, я пока тут посуечусь к столу. Ты Петьку займи чем-нибудь. Повел меня Петька в свою комнату. Да как открыл шкафы, да как полывали его оттуда автоматы, пистолеты, машины. Ну, Петька у них вот так живет. Там на целый детский сад игрушек. Через 15 минут мы с Петькой друзья, не раздей вода. И тут заходит друг. Ну, пойдем, сейчас мы с тобой амареты, амареты за встречу, значит, выпьем. Захожу в зал. В зале накрыт на двоих столик. Стоит бутылка амареты, налит два стакана, значит, тут закуска какая-то. Ну, я сел. А Петька подходит к столику, стоит и думает, чего ему делать. На него не накрыли. Его за стол не сажают. Его сейчас спать будут укладывать, это он тоже понимает. И вот он стоит и думает, то ли скандал закопить, то ли еще чего. А я смотрю, друг-то мой сомневается. Я говорю, а ты что, Петька, стоишь? Ну-ка, садись с мужиками. И пока Петька ту стул тащил, значит, к столу, я из серванта достал третий стакан и полный стакан амареты Петьке налил. Сидим. Заходит его папаша великовозрастный. Ну, смотрит, Петька сидит. Ну, думает, ладно, пусть сидит. Потом, глядя, Петьке стакан амареты налил. И вы знаете, он мне так небрешно говорит. Не, говорит, Петька у нас не пьет. Понимаете? Петька у нас не пьет. Ага. Я говорю, как не пьет? Не-не-не, говорит, Петька пить не будет. И тянется стакан забрать. Я говорю, Петька, будешь пить? Петька же двумя руками вцепился. Буду пить, ага. Ну, будет пить ты че? Не-не-не, говорит, Петьке нельзя. Я говорю, да почему? Он говорит, ну, это же алкоголь. Ну, он испугался, мальчонку напоют. Я говорю, ну и что? Он говорит, как что? Ну, это же яд. Я все ждал, когда он скажет слово яд. Я говорю, яд? Да ты что? Надо же, а? Алкоголь, яд. Слушай, а ты скольки лет алкоголь, яд? Вот он что, до 16 лет это яд, да? А в 16 лет паспорт дали, тут уже не яд, иди пей, и нет, говорю. Давай так, вот чем своего Петьку поешь, кормишь, тем и меня пои, корми. А яд мы пить не будем. Взяли с Петькой два стакана, пошли, вылили в унитаз, сдернули. Я говорю, смотри, Петька, алкогольный яд не пей, дураком станешь. Петька, пуля и папкин стакан хватит, папка, дураком станешь. Вылил, а он обалдел, она же тысяча рублей, бутылка-то стоила. Ну, по тем временам. А я говорю, да ты посмотри, кто я. Он прочитал, говорит, Господи, да я же совсем забыл. Тут в 84-м году твои лекции по Омску ходили в магнитофонной записи. Я их еще и переписывал, да, гордился, что это мой друг, одноклассник, однокурсник. И вот вы знаете, заранники, мы с ним за этим трезвым столом просидели, проговорили всю ночь. Всю ночь просидели за этим столом. И так мы эту ночь пообщались душевно. Вот так вот все, вот что с нами делают, со страной делают, с детьми-то с нашими, что в конце концов будет. И я в очередной раз понял, сколько же душевного человеческого общения сожрало у нашего народа эта страшная алкогольная травма. Нормального человеческого душевного общения. Представьте бы, осталось это Амарата, но ей бы не кончилось, там бы вторая, третья, четвертая бутылка. Нахрюкались, через час вспомнили бы пошлую какую-нибудь историю, завалились спать, наутро голова болит, на душе, как говорится. Вот вам бы и вся была встреча старых университетских друзей. Но меня поразило то, что он впервые за 46, по-моему, лет, 45 лет впервые ему мысль пришла в голову. А детям-то почему? Ну детям же никто не наливает, правда, алкоголь? Все знают, для детей алкоголь яд. Но если для детей яд, так почему тогда для взрослых он не яд? Если он вообще для живого организма яд. Следующее запишите. Не производить над собой алкогольных, табачных и очковых экспериментов. Не производить над собой алкогольных, табачных и очковых экспериментов. Вы знаете, не перевелись среди нас еще экспериментаторы. Вот уже три года, три месяца живет, все нормально. Дай-ка попробуй, как оно подействует. Оно же как-то должно подействовать, правда? Дай-ка попробуй. Сразу вам хочу сказать, соратники, ничего из этого пробования хорошего не выйдет. И пробовать не надо, пробовать не надо. Вот меня некоторые глупые корреспонденты, а им все хочется докопаться, почему мы, члены Союза борьбы за народную трезвость, не употребляем алкоголь. И они вот хотят, может, мы леченые, может, нам нельзя. Они бы им успокоили, леченые, все нормально. То есть человек нормальный, а не употребляет. С их точки зрения это что-то страшное и подозрительное. И вот они мне часто задают такой вопрос. Владимир Георгиевич, ну вот положа руку на сердце, скажите, вот вы бы могли сейчас взять и выпить? Я говорю, да конечно могу. Рот есть, отравы, море взял, дозалил. Ну а зачем? Я могу, ну а зачем это делать? Что-нибудь я с этого хорошего получу? Нет. Моя семья нет. Моя страна нет. Ну а зачем это делать? Этот вопрос, можете ли выпить, настолько же глуп, как вы меня спросили. Владимир Георгиевич, вот с крыши того дома, вниз головой, об асфальт. Могли бы сейчас прыгнуть? Конечно могу. Взял, залез, да и прыгнул. А зачем это делать? Я могу прыгнуть? Зачем? Ну сверну шею, похоронят. Ничего уж хорошего с этого не будет. Тогда зачем это делать? Я помню, во втором классе друг друга все нанимали вопросом. Слушай, ты б за миллион съел дохлую кошку. И вот давай думать, кто-то съел бы, кто-то не съел. А зачем вообще дохлую кошку-то есть? Ну вопрос-то глупый, правда? Так вот, алкоголь и табак – это единственная самая дохлая кошка, про которую все друг друга спрашивают. Выпьешь, сокуришь, понимаете? Дохлую кошку съешь? Нет, начинают думать, спасибо, я дохлую кошку не ем, съем, подохлею или еще кто-нибудь. Так, записали еще следующий принцип. Это техника безопасности идет. Жить по принципу. Не травлюсь алкоголем, табаком сам и не участвую в отравлении своих соотечественников. Жить по принципу. Не травлюсь алкоголем, табаком сам не травлюсь алкоголем, табаком сам и не участвую в отравлении своих соотечественников. И не участвую в отравлении своих соотечественников. Очень важный принцип техники безопасности. Очень важный соратники. Я вам даже больше скажу. С завтрашнего дня любая бутылка алкогольного яда, которая пройдет через ваши руки, она может к вам назад вернуться и ударить так больно, как вы себе даже и не представляете. И вот вам маленький пример. У меня на берегу Аби дачный участок. Я туда каждый день на велосипеде летом езжу. И каждый раз, въезжая в садоводчество, я проезжаю мимо маленького скромного памятника, на котором написана табличка Ковалев Гена. Родился тогда-то, умер тогда-то. Прожил на свете Ковалев Гена ровно 10 месяцев и 22 дня. А что случилось? Шофер на самосвале перевез в перегной какому-то хозяину. Вывалил. Тот говорит, слушай, с тобой может алкоголем рассчитаться, этим делом, бутылками. Тот говорит, конечно, бутылками, какой разговор. И он с ним бутылками рассчитался. А соблазн вели, а жабры, как говорится, горят, а уже вечерело, и там никакого гаи вроде, так сказать, по дороге не было. Он отъехал 5 метров, шофер достал бутылку, буль-буль-буль-буль-буль залил и показал. И выезжая из садоводчества, прямо по колясочке, с этим Ковалевым геном взял и проехал. Его поймали, судили, дали ему по максимуму 12 лет тюрьмы. Ну, во-первых, пьяный, ребенка задавил и убегал с места происшествия, с места, так сказать, когда с кровой. Но я хочу у вас спросить, саранники, вот тот человек, который ему дал бутылки, как вы думаете, вот на том божьем суде он будет отвечать за это преступление, не является ли он организатором, соучастником, прямым соучастником убийства невинного младенца. Есть у вас гарантия, что бутылка, которая через ваши руки пройдет, к чему-нибудь подобному не приведет. Ведь это яд, который любого человека в дурака превратить может. Любого человека. И последний принцип запишите. Помните, помните, невозможно помочь себе, не помогая другим. Помните, невозможно помочь себе, не помогая другим. Помогая другим, я помогаю себе. Помните, Невозможно помочь себе, не помогая другим. Помогая другим, я помогаю себе. Помогая другим, я помогаю себе. И ниже напишите три заповеди Шичко. Заголовочек. Это тоже к технике безопасности относится. Три заповеди Шичко. Первое. Спешите делать добро. Спешите делать добро. Делать добро. Вторая заповедь. Выбрался сам, помоги другому. Выбрался сам, помоги другому. Помоги другому. И третья заповедь. Если не я, то кто же? Если не я, то кто же? И ниже напишите клуб оптималист Геннадия Андреевича Шичко. Клуб оптималист Г.А. Шичко. Геннадия Андреевича Шичко. И напишите расшифровку оптимальный тире наилучший. Оптимальный это наилучший. Это латинское слово оптимальный означает наилучший. Когда Геннадий Андреевич Шичко сделал ряд своих открытий и сформулировал свой метод психоанализа, в те годы, кстати, у нас в стране психоанализ считался буржуазной лженаукой. Им было запрещено заниматься. И он даже свой метод не мог назвать психоанализом. Знаете, как он свой метод зашифровал, назвал? Метод гортоновической тезалкоголизмии. То есть он вот так вот его всюду подавал. И он понял, что он может очень многим людям помочь избавиться от различных вредных привычек, зависимостей. И он начал проводить курсы, помогать избавляться от алкоголя, табака, наркотиков. Шичко, конечно, был человек, выдающийся во всех отношениях. Люди к нему тянулись. А жил он в Ленинграде, в районе с крупного завода объединения Светлана. И очень много людей было с этого завода Светлана. И в конце концов, вокруг него образовалось нечто вроде клуба. Им дали помещение. И стал вопрос, как назвать этот клуб. И Шичко предложил, давайте назовем клуб «Оптималист». И как он это расшифровал? Он сказал, что человек рожден со свободной боли. Он может служить дьяволу, травить себя алкоголом, табаком, калечить очками, обжорством, чем угодно. Но человек ведь может служить и Богу, правда? Может взять и отказаться от этого глухого занятия. И прожить жизнь оптимальным, наилучшим образом. По оптимальной, наилучшей программе. И вот те люди, которые по методу Шичко отказались от этих вредных привычек, они себя с гордостью называли оптималисты. То есть люди, которые живут по оптимальной, наилучшей жизненной программе. Уже после смерти Шичко движение оптималистов полыхануло по всей стране. Начали создаваться клубы, в том числе здесь у вас в Абакане несколько клубов, и по всей Какасии были созданы, где людям помогали по методу Шичко избавиться от этих вредных привычек. Создано всесоюзное и всероссийское объединение клубов оптималист. И если у клуба есть свое постоянное помещение, то обязательно на стене висит портрет академика Углова, висит портрет Геннадия Андреевича Шичко, и висят его три заповеди. Спешите делать добро, выбрался сам, помоги другому, и если не я, то кто же. И вот сейчас точно такие же занятия вчера закончились у вас в Саиногорске. Моя коллега проводила подобные курсы. Вот такие же занятия сейчас идут на Камчатке, идут в Москве, в Минске, в Душанбе. Во всех крупных городах проходят, есть эти клубы, ведутся подобные занятия. Даже в деревне Углы Алтайского края тоже есть наши соратники и помогают своим односельчанам избавиться от этой скверны, от алкоголя, табака и других наркотиков. И вот Геннадий Андреевич Шичко всякий раз, когда заканчивал очередную группу, он выходил вот так вот и задавал, в общем-то, глупый вопрос. Он спрашивал, дорогие соратники, вот вы верите в то, что я человек нормальный? Вот вы верите в то, что я нормальный человек. Я себя ни алкоголем, ни ацетоном, ни гноем, ни керосином, ни табаком не травлю, ни в праздник, ни в будний день. Я совершенно нормальный человек. А вот те люди, которые вон там стоят в лайках очередь за алкоголем, табаком, это люди сумасшедшие. У них не все в порядке с головой. Они за свои собственные, кстати, немалые деньги покупают страшные наркотические яды и травят, убивают себя этими ядами. Так вот, соратники, все вы с завтрашнего дня можете начать пить, курить, есть и нацепить очки ровно столько и ровно такие, как вы носили неделю назад. Вы люди свободные. Поймите, что вы люди свободные. Вы можете делать все, что хотите. Я вас не котировал, не гипнотизировал, не укалывал. Вы можете все, что угодно делать. Более того, с завтрашнего дня вы можете начать пить, курить, есть и нацепить очки еще более сильные, чем даже у вас были. Это тоже ваше право и ваша свобода. И я вас этой свободы не лишал. Но истинная ваша свобода заключается в том, что вы можете с радостью и навсегда отказаться от этого глупейшего занятия, самому себя травить и самому себя калечить. И вот те люди, те соратники, которые встают на этот оптимальный жизненный путь, становятся оптималистами по жизни. С этими соратниками мы, конечно, будем работать дальше. Здесь работает клуб «Луч», мои помощники, ассистенты. Вы раз в месяц будете встречаться. Завтра у вас будет первая встреча. Там вам расскажут и о клубе, и материалы еще раздадут кое-какие. То есть все, и назначат следующую встречу на сентябрь, октябрь, ноябрь. У вас будет этот клуб, так сказать, постоянно действующий. Вам помогут довести начатое наше дело до конца. А сейчас запишите все мой адрес, мой адрес. Запишите. 630-117. 630-117. Новосибирск-117. Новосибирск-117. Абонементный ящик. А я. Абонементный ящик. 521. Жданов Владимир Георгиевич. Жданов Владимир Георгиевич. Запишите на всякий случай мой телефон. Вдруг будете в Новосибирске, обязательно позвоните. Я что-то через вас передам. Сюда какие-то материалы, газеты, просьбы. Телефон мой 32. 23. 21. Если меня дома нет, часто меня дома не бывает. Жена и дочка всегда скажут, где, когда я приеду, что передать. В общем, все это контактный телефон. Это домашний телефон. Записали? А теперь, соратники, запишите домашнее задание. Домашнее задание. Сегодня у нас воскресенье, выпускной день. Сегодня дневников тоже писать не надо. С завтрашнего дня вы начнете писать дневник номер один. Вот эти три дневника, что мы писали на курсе, это учебные дневники. А уже с завтрашнего дня вы начнете писать нормальные, правильные дневники. Дневник номер один, два, три, четыре, пять. И так у вас эта нумерация пойдет. Пишите в общей тетрадке дневники. А потом навстречу просто принесете один последний дневничок Александру Алексеевичу. Сдадите, он посмотрит, подскажет, значит, сравнит с первым вашим дневничком, как идут у вас ваши дела. А сегодня я вас всех попрошу написать, запишите, отзыв о занятиях. Отзыв о занятиях. Отзыв о занятиях. Значит, сегодня я вас попрошу взять двойной лист бумаги в клетку, расположить вертикально и написать. Отзыв о занятиях в Народном университете здорового газа жизни по методу Шичкоубийца. Вот. И напишите, стоит этим заниматься, не стоит. Дает эта методика чего-то, не дает. Какие-то замечания, пожелания, ваши предложения. Я очень с огромным интересом всегда читаю ваши отзывы. И в конце отзыва, соратники, я вас очень попрошу, если вы сочтете возможным, написать, подписаться под этим отзывом и написать вашу настоящую фамилию, имя, отчество, написать ваш возраст, вашу профессию и ваш адрес. И тогда это уже будет не просто отзыв для меня, бумажка, а это будет документ. Это будет документ. Значит, зачем мне нужен этот отзыв как документ? Дело в том, что официальная медицина в очередной раз по всей стране хочет удавить метод Геннадия Андреевича Шичко. Основная причина, основная претензия, которую предъявляют моим коллегам на местах, это следующее. Как это так? Вы беретесь лечить людей, у вас нет медицинского диплома. Мы говорим, так мы людей не лечим, мы людей учим. Как это не лечить, и они после вас здоровыми становятся и в больницу не ходят. Но это уж ваши проблемы. Нет, вы лечите и лечить не имеете права, лечить имеем право только мы, только врачи. А на сегодняшний день, соратники, у нас совершена страшная диверсия против народного здравоохранения. У нас впервые в истории России врача заинтересовали в болезни больного. И чем больше и чаще будет человек болеть, обращаться к врачу, тем больше будет у врача зарплата. Страховая медицина. У меня жена заведует полигменической службой, она говорит, это вредительство самое высокоорганизованное в нашей стране. Заинтересовать врача в болезни больных. Чем больше будут люди болеть, тем у нас будут выше страховые выплаты, тем больше в нашей будут зарплаты. Ну и вы, говорит, конечно, наши конкуренты получаетесь. Вы же людей учите здоровому образу жизни, учите не болеть. Я соратники, в восемнадцатый год веду здоровый трезвый образ жизни. Я за восемнадцать последних лет ни разу ничем не болел. Ни разу не обращался ни в больницу, никуда. Но только что за справкой, что я здоров для КАИ. То есть вот единственное мое обращение в эту больницу было. Я даже не знаю, как там работают аптеки, как там работают наши больницы. Меня это просто не касается, понимаете. Все это мимо меня идет. Человек ведет здоровый трезвый образ жизни. И вот эти ваши отзывы. Сейчас в Государственной Думе сменилось руководство комитета по здравоохранению. И я буду в октябре месяце в Москве, и я эти отзывы собираюсь отвести в Государственную Думу. Мы хотим придать методу Шичко государственный статус. Чтобы этот метод, по крайней мере, включили в программу педагогических и медицинских институтов. Чтобы студентов в этой методике обучали. А еще бы лучше, и старшеклассникам бы давали эту методику в школе, так сказать, как основа здорового образа жизни, психоанализ Шичко. И я очень прошу, кто из вас имеет медицинское образование, поднимите руки. У кого-нибудь есть медицинское образование, обязательно напишите. Я медик с таким-то стажем утверждаю, что метод Шичко веется метод не медицинский. Не медицинский. Это метод педагогический, воспитательный. И может овладеть любой человек, который хочет помочь другим людям. А у кого есть педагогическое образование, поднимите руки. А вы напишите. Я педагог с таким-то стажем утверждаю, что метод Шичко веется. Это метод педагогический. Его надо, так сказать, внедрять в педагогические институты, обучать учителей, потому что это метод не медицинский. И тогда мне очень важны еще и ваши отзывы учителей и врачей, профессию свою напишите. Это не просто отзыв, это заключение специалиста. Вы же специалист, правда? Вы же педагог. Вы сами прошли эту методику. На себе видите, да? Здесь нет никакого лечения. Это чистое педагогика воспитания человека. Понятно? Вот эти вот отзывы я отдельно даже складываю. Педагогов, врачей показываю. Вот смотрите. Вам кто-то здесь шепчет, что это ерунда. Вот что говорят врачи, пишут. Вот что пишут педагоги на школе. Значит, завтра, соратники, я... Что? Ну, медсестра тоже. Что же медик? Вы же можете оценить, правда? То есть, есть... Я уколы делал кому-нибудь? Нет. Ну, раз не делал, значит, я же не врач. Я учил людей, учил здоровье, учил здоровьему образу жизни. Учил гимнастике. Так. Завтра, соратники, в 6 часов запишите. У вас в 6 часов завтра будет здесь первая встреча. Она будет короткая, наверное, где-то полчаса, минут 40. Не больше, не опаздывайте. Эту встречу проведут Григорий Иванович и Александр Алексеевич с вами. Они тут еще принесут кое-какую литературу, интересную тоже информацию. Раздадут вам еще материалы по нашему курсу дополнительные. И вы завтра принесите на эту встречу вот этот отзыв. Сдадите ему, а Григорий Иванович мне их перешлет. Хорошо? То есть, завтра принесете этот отзыв, сдадите здесь, на вашей встрече. Так. Записали? А сейчас запишите все тему. Тему запишите. Пиратские очки. Пиратские очки. Пиратские очки. Поставьте тире и напишите. Одно из самых мощных упражнений по методу Бейца. Пиратские очки. Одно из самых сильных упражнений по методу Бейца. Пиратские очки Одно из самых сильных упражнений По методу бейца И ниже все с красной строки напишите Читать Читать Писать Читать, писать Смотреть телевизор Читать, писать Смотреть телевизор Работать на компьютере Смотреть телевизор Работать на компьютере Ходить дома На природе На отдыхе Ходить дома На природе На отдыхе На отдыхе В одноглазых пиратских очках. При этом зрение тренируется в обоих глазах. Через 30 минут делать пальминг и менять повязку с глаза на глаз. Одно из самых мощных упражнений на тренировку глазодвигательных мышц это пиратские очки. Закрывается, вот у меня пустые, здесь стекол нет. Один глаз закрывается повязочкой, шторкой, а второй глаз смотрит, работает, читает, пишет, пишите, читаете. Телевизор, компьютер смотрите. Смотрите одним глазом. Если вы не видите телевизор пока без очков, не видите. Мучиться не надо. Возьмите более слабые очки, в которых видите, но все равно закройте один глаз. Вы все равно этому глазу дадите работу и тому, и другому. Понятно? Возьмите время на более слабые очки, но закрываете все равно один глаз. Можно, да. Глаз открытый, тот и другой, оба глаза. То есть перед этим шторка, он не видит, а он тоже работает, все как надо делает. Он просто не видит. Глаз не закрыт, оба глаза открыты. Поэтому просто заклоняет шторка всю видимость. Понятно? Значит, вы начнете. Это одно из самых мощнейших упражнений. И в том числе это упражнение позволяет сохранить и развить зрение при смотрении телевизора и работе на компьютере. Когда человек двумя глазами смотрит телевизор или двумя глазами работает на компьютере, у него резко улучшается зрение. Почему? Да потому что даже всякий раз, когда он моргает, глаза ленивые знают, что опять в этот ящик надо будет смотреть, идиотский, и мышцы не расслабляются в момент моргания. Но когда человек надевает один глаз, закрывает, то оказывается, всякий раз, когда он моргает, он после моргания вынужден снова наводить глаз на резкость, мышцы не работают. И поэтому, когда он смотрит одним глазом, у него постоянно работают глазодвигательные мышцы. После каждого моргания он вынужден подстраивать глаз на резкость. Понимаете? И у него в этот момент, когда он смотрит одним глазом, идет мощнейшая тренировка глазодвигательных мышц. Если человек будет читать и писать на одном и том же расстоянии, то у него зрение от этого ухудшится. Правда? Но если он в процессе чтения письма будет постоянно менять расстояние до текста, то он что будет? Не только писать, читать, но и тренировать глаза. Согласны? Оказывается, если двумя глазами смотреть телевизор, работать на компьютере, зрение будет ухудшаться, а если одним глазом, то будут тренироваться глаза с помощью компьютера и с помощью телевизора. Через 30 минут глаза устают, очень сильно устают одним глазом, очень сильно глаза устают смотреть, нагрузка большая. Через 30 минут вы закрываете глаза, делаете пальминг, и когда вы сделаете пальминг, у вас этот глаз, который был открыт, сияет, а этот черный. И вы делаете пальминг, пока оба глаза не успокоятся, не станут черными. В обоих глазах однородная темнота стала все, открыли глазки, поморгали, закрыли правый глаз и поработали левым глазом полчаса. Потом снова сделали пальминг, зрение успокоилось, часок поработали без очков. Я говорю, нагрузка очень сильная, закрыть глаза, эта нагрузка на глаза очень большая. А потом снова. Чем больше, соратники, вы будете находиться дома, на отдыхе, на работе, читать, писать, смотреть телевизор в одноглазых очках, тем скорее вы восстановите зрение. Тем скорее восстановите зрение. Это одно из самых мощных и сильных и очень нагрузочных упражнений на глаза. Я их специально не даю с первого дня, хотя мы в Череповце, почему мы так быстро восстановили зрение? Мы с первого дня, как только начали занятия, сам Афонин надел себе повязку пиратскую и говорит, все достали свои пиратские очки и их надели. Надели очки мы пиратские, он говорит, вначале, чтобы слабый глаз, который хуже видит, у вас смотрел. Я закрыл правый глаз, у меня левый глаз хуже видит, травмированный. А первый день, мы же со всей стороны съехались, но все друг друга знаем, я сзади сидел, и меня отвлекли. Как там, чё, туда-сюда. И я прослушал, что каждые 30 минут надо менять повязку с глаза на глаз. И я первый день проходил целый день с повязкой на правом глазу. К вечеру, как у меня замолел глаз, как свинца туда налили, пол головы хоть отрубай. Я прибегаю к Афонину, я говорю, слушай, голова раскалывается, а что? Да твои повязки. Да ты что? Да надо менять, да каждый, ой-яй-яй, ой-яй-яй, и так далее. И я вот понял, вот врачи заклеивают глаз на целый день ребенку, вот им бы сам, самим бы хоть раз на целый день заклеить глаз, они бы поняли, какая это страшная мука смотреть одним глазом. Это очень страшная нагрузка на глаза человека. Поэтому используйте вот этот вот обязательно, пиратские очки в своей практике постоянно, постоянно используйте. Запишите еще, темные очки, темные очки, очень вредны. Темные очки, очень вредны. Носить их только в исключительных случаях. Осенью, когда выпадает первый снег и, скажем, солнце, да, тут можно закрыть. Весной, когда вдруг солнечный день, выпадает чистый снег, тоже глаза слепить можно. Ну, скажем, за рулем еще, когда напрямую солнце садится или восходит, по глазам пьет. А вообще, очень вредны темные очки, очень вредны. Носить их не надо, они нарушают правильную работу. Зрачковой мышцы. Зрачковая мышца должна работать, регулировать количество света. А темные очки ее поросто исключают из работы, и это очень вредно. Запишите еще, очки с дырками. Очки с дырками. Очки с дырками. Темные, они у вас темнеют на солнце? Или нет? Дымчатые? Ну, ладно, ничего, все равно их выписите скоро. Так, значит, очки с дырками. Лазер-вижен называется. Лазер-вижен. Лазер-вижен. Ну, вот, как мне показывали, кто-то принес с собой, да? Поставьте тире, напишите. Очень вредны. Очень вредны. Очень вредны. Я когда в 95-м году начал вести эти курсы, буквально месяца через два из Москвы прилетел специальный представитель фирмы Лазер-вижен, и начал со мной такой разговор. Владимир Георгиевич, вы будете самый богатый человек в Новосибирске, если возьметесь пропагандировать, распространять наши очки. А тогда же это была диковит, а еще про них никто не знал. Я говорю, а что за очки? Он говорит, вот, Надя, оставил две пары очков, оставил документацию на русском и самое главное на английском языке. Ну, а мы специалисты оптики. Я говорю, я первый университет закончил по специальности физика, оптик. Мы эти очки неделю покрутили, посмотрели и наотрез отказались их рекламировать, продавать и пропагандировать. Почему? Дело в том, что эти очки никакого отношения к лазерам не имеют вообще. Они были изобретены в 1912 году. И они используют самый простой принцип. Через маленькую дырочку глубина построения изображения резко увеличивается. И в этих очках прекрасно видят близорукие вдаль, а дальнозоркие вблизи. Потому что и так, и так. Ну, об этом знают все, кто хотя бы раз в жизни фотографировал фотоаппаратом смена. Если надо только человека снять, а чтобы гора была не видна сзади, мы открываем диафрагму. Да, человек резко, а фона не видать. А если хотим и человека, и гору, то мы делаем маленькую диафрагму, большую выдержку. И у нас и гора, и человек резко получает. Вот то же самое. Но эти очки, они мышцы глаз у человека не расслабляют. Мышцы находятся просто в совершенно безразличном состоянии. При любых мышцах глаз, человек все равно в этих очках видит. Но он видит-то и в стеклянных очках, правда? Но это очки с дырками. Они как очки обездвиживают глаза. Причем даже сильнее, чем стеклянные. Потому что там надо в дырку смотреть, чтобы не мельтешило. Глаза неподвижны. Это вредно для глаз. Кроме того, это очки темные. Они 95% света задерживать не дают. И самое главное, в английском варианте описание этих очков большими буквами написано. Это Эншер, внимание, восклицательные знаки. Использовать эти очки не более 20 минут в день. Иначе вы посадите зрение и ухудшите свои глаза. Ну, понятно, что такую небезопасную и дорогостоящую игрушку мы пропагандировать не стали. А вот есть, знаете, такие альбомы, называются «Волшебный глаз», «Третий глаз», «Волшебные картинки». Видели ли, такие штрихи-штрихи. А потом смотришь-смотришь, и там вдруг какая-то фигурка появляется. Вот это очень полезный тренажер по методу бейца. Увидите где-нибудь, купите, используйте. Это очень хорошая тренировка зрения и для вас, и для ваших детей. Очень хорошая тренировка. Так. Запишите все тему сегодняшней еще лекции. Запишите все тему. Так. О, у нас же больше часа прошло. Ну-ка, потерли руки до тепла и сделали память. Слышались, расслабились. Каждый час работы с глазами не забывайте. Надо делать память. Давать отдых и расслабление своим глазкам. Память начинается с комплимента своим глазам. И вот я вам предлагаю в качестве комплимента каждый раз, это у вас будет раз 15 на дню, повторять торжественное обещание своим глазам. Я буду любить свои глазки, буду заботиться о них, давать им отдых, расслабление, тренировку. Каждый час я буду делать память своим глазкам. Три-четыре раза в день я буду делать соляризацию глаз на солнышке. Утром-вечером буду делать комплекс упражнений для восстановления зрения. Я буду делать специальные упражнения для глаз. Носить пиратские очки. И мои глазки будут мне служить прекрасно. Будут служить всю мою жизнь. Вот примерно такое торжественное обещание. Надо записать, заучить наизусть. И всякий раз, когда делаете память, его про себя повторять. Потом представили, как у вас расслабляются мышцы глаз. Близоруги представили, как косые сверху и снизу расслабляются. А дальнозоркие, у кого плоский глаз, как расслабляются прямые мышцы глаз. Сетчатка расслабляется, клетки зрительного нерва. Расслабляются. Клетки зрительного анализатора в мозгу. Весь наш зрительный тракт расслаблен. Не забывайте два упражнения под памятником. Представление чего-то однородно темного. И второе важнейшее упражнение. Мысленное воспоминание. Приятное воспоминание, которое расслабляет психику мышцы. Мышцы лица и мышцы глаз. А расслабление даст отличное зрение глазам. Расслабление. Это основа метода Бейца. А потом уже тренировка ослабленных глазодвигательных мышц. Какова стратегия восстановления зрения при заболеваниях глаз. Любых заболеваниях глаз. Ну и естественно при катаракте и глоукоме. Люди, у которых болят глаза. Каждый день, три раза в день, перед едой, минут за двадцать до еды. Вам надо делать легкий массаж глаз. И делать весь комплекс упражнений на подвижность глаз. Чтобы перед едой как можно больше голодной крови прокачать через свои больные глаза. Каждую неделю людям, у которых заболевание глаз, надо проводить один день лечебного голодания. В принципе всем надо проводить день лечебного голодания, у кого плохое зрение. Но тем, у кого больные глаза, это особенно необходимо. Лучше всего проводить день лечебного голодания в пятницу. Пятница это постный день. А вы будете, у вас будет строжайший пост. Полный отказ от приема пищи. Только чистую водичку пить. И вот в день лечебного голодания, те соратники, у которых болят глаза. Надо делать массаж их глаз и упражнения 6-7 раз в день. Чтобы как можно больше голодной крови прокачать через ваши больные глаза. И процесс восстановления зрения, рассасывания ваших болячек, он будет запущен и успешно пройдет. Не забывайте выход из пальминга. У всех глаза закрыты ладошки на носу. Сели все прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И все носом нарисовали несколько букв пессимово. Каждый свои. Вот те буквы, которые вы лично видите хуже, путаете их, не можете узнать. Чаще их рисуете носом при выходе из пальминга. И вы их будете видеть лучше. Нарисовали носом буковки эти, так, представили их себе. А сейчас глазки промокнули, тереть их не надо. Промокнули ликонечко, вздохнули глубоко, выдохнули. И открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. И взяли и написали тему. Тему сегодняшней лекции. Противоположность каждому греху добродетель. Противоположность каждому греху добродетель. Противоположность каждому греху – добродетельно. Я вам вчера дал самое главное домашнее задание – написать покаяние. Это покаяние не надо никому показывать нельзя, его не надо никому сдавать. Его надо было принести, и я вам обещал подсказать, как с ним надо поступить дальше. С этим покаянием, Сарасики, я вам в ближайшие выходные дни всем настоятельно рекомендую пойти в вашу родную церковь. Что значит родная церковь? Это та церковь, в которой принадлежали ваши предки, ваши деды, прадеды. Если ваши деды, прадеды были люди православные у основной массы, ваша дорога только в православный храм. Если ваши предки принадлежали там мусульманской религии, надо найти мечей. Если принадлежали какой-то другой, так сказать, вере, то ваша дорога в тот храм, который принадлежали ваши деды и прадеды. Почему это важно? Дело в том, соратники, что все люди на земле различаются не только и не столько языком и национальностью, сколько все люди на земле различаются вероисповедания, структуры их души. И вот та женщина, про которую я вам вчера рассказывал, она за одну секунду могла определить вероисповедание любого человека. Причем она субъективно видела у православных людей душа в виде облачка. И если человек праведный, чистый, облачко светлое. Если грешный, черная туча. Если она представляла наших святых, видела золотистое сияние. У мусульман совершенно другая структура души. У иудеев третья, у католиков четвертая. Как-то, говорит, в Москве иду, смотрю, идет человек пятнами какими-то. Я, говорит, так удивилась, ни разу не видела. Подошла, говорю, ну какой верный, он говорит, убежденный кришномит. У них вообще на нас не похожа душа. Кстати, она мне и рассказала, почему все религии мира категорически выступают противниками межрелигиозных браков. Не межнациональных, а межрелигиозных. То есть ни один священник не благословит блажь, если разным верам принадлежат. Ну, скажем, хакасы русские. Если оба православные, венчают, безо всех, все нормально. Оказывается, соратники, правая половинка души у человека от отца, а левая половинка от матери. И если они единой веры, то душа цельная. Если веры разные, прям, говорит, бедна половинка, прям бедна нестыковка. Даже иногда, говорит, проглядывает четвертинка. Нас всех с вами обратили в безбожную веру, и мы все попереженились, поперемешались, но на самом деле это очень и очень плохо для потомства. Плохо для потомства. И вот вы, наверное, знаете, что все наши цари, они женились на немках, помните, да? А у немцев у них же другая религия. Так вот, наш последний царь Николай II полтора года уговаривал эту гессенскую принцессу, чтобы она перекрестилась в православную веру. Так и уговорил, она перекрестилась, их венчали по православному обряду, православные священия. И все равно потомство оказалось не жизнеспособное. У наследника была неизлечимая наследственная болезнь, ну а конец у них был просто страшный. Бандиты их в одну ночь в подвале всю семью взяли и убили, расстреляли. Так вот, соратники, я вам советую пойти в вашу родную церковь, в храм. Зайдете в храм, выберите икону, которая вам понравится. Постойте возле этой иконы, подумайте, помыслите. Вспомните то, что вы написали в своем покаянии. Наметьте путь искупления тех грехов, которые вы совершили по жизни. А потом, соратники, я вам рекомендую выйти куда-нибудь за ограду церкви, и это покаяние, чтобы никому не попало, сжечь, либо разорвать кусочки, чтобы его никто не видел. А дальше соратники. Я считаю, что у всех у нас есть только один путь. Это снова стать нормальными с духовной точки зрения людьми, нормальными людьми. Ходить в церковь, соблюдать обряды. И самое главное, детей своих к этому приобщить. Сейчас на нашу безбожную страну, как волки, набросились различные секты. И они ловят души наших детей. И если вы не хотите, чтобы вашего ребенка навсегда от вас какое-нибудь белое братство или какой-нибудь очередной бессарион умерло, единственная против этого защита только одна. Приобщить ребенка к тем духовным ценностям, с которыми тысячу лет наш народ жив, и вы стояли в целом лишних условиях. И поэтому, в конце концов, я вам рекомендую выйти именно на церковное покаяние. Почему таинство покаяния происходит в церкви? Дело в том, что церковь, по определению, является хранилищем Святого Духа. И очень важно, когда человек расстается в душе с грехом, чем это место в его душе будет заполнено. А святое место пусто не бывает. А святое место – это наша душа. И вот в тот момент, когда в церкви происходит таинство покаяния, вот это место в душе у человека заполняется Святым Духом. И человек в этот момент испытывает ни с чем не сравнимое состояние, которое называется Божья благодать. Вот что такое Божья благодать, наверняка каждый из вас тоже знает, хотя ни разу, может, не был в церкви, а уж тем более на покаянии. Вот вспомните в своей жизни эпизод, когда вы взяли и вот просто так, но ни с того ни с сего, совершенно незнакомому человеку сделали доброе дело. И даже спасибо от него не хотели за это получить. И вдруг на вас нахлынет такое состояние, аж мороз по коже, аж слеза вас прошивет, вы даже не ожидали от себя этого. Вот в этот момент вы оказались настолько угодны Богу, что Он вам не спасал вот эту Божью благодать. Причем это состояние для человека настолько желанное, настолько возвышенное. Да, дьявол тоже дает удовольствие, когда человек совершает грех, но ведь за это удовольствие наутро стыд и раскаяние к человеку приходят. А вот Божья благодать, это какой-то в жизни эталон. И поэтому пойдите, еще раз говорю, именно на церковное покаяние. Когда вы будете в церковь пойдете, я бы очень хотел вас предупредить, что церковь это не большой театр, а священник это не народный артист. Священник точно такой же человек, как и мы. Он так же грешен, как и мы. И за свои грехи тоже будет отвечать. Но священник рукоположен. Со времен апостолов идет таинство рукоположения, когда священники более высокого уровня накладывают руки на голову новому священнику, и тем самым они его рукополагают, дают ему право совершать церковные таинства, в том числе таинство покаяния. И когда человек в церкви кается, он кается не перед священником, он кается перед Богом, который и так все про нас знает. Но священник является свидетелем данного покаяния. И ему дано право от имени Бога либо простить эти грехи, либо доложить какое-то на человека наказание. Противоположность каждому греху добродетелям. И на все 147 грехов существует их прямая противоположность 147 добродетелям. И человек живет в черно-белом нравственном мире. Каждую минуту человек решает задачу, кому служить, Богу или дьяволу. Разрушить свою душу, совершить грех, либо стяжать Святой Дух, сделать вот это доброе дело. Но среди этих 147 добродетелей православная вера выделяет 3 главных христианских добродетеля. Запишите. 3 главные христианские добродетели. 3 главные христианские добродетели. Главные христианские добродетели. Пишутся они с большой буквы «это вера, надежда и любовь». Вера, надежда и любовь. Вот что такое добродетели и что такое главные добродетели? Я поясню вам, что есть добродетель, надежда, даже не для человека, а вообще для живого существа. Вот что такое надежда? В Московском университете на биологическом факультете ученые провели очень любопытный опыт. Взяли ведро воды и бросили туда 5 белых мышей. И засекли время, сколько мыши будут плавать. Мыши минут 5 барахтались, начали пить воду, одна за другой тонуть. Все понятно, 5 минут. Новый эксперимент. Опять в ведро, бросают 5 мышей, засекают время. Мыши барахтаются, воду пьют, первая, вторая мышка потонула. И когда начала тонуть третья мышка, они бросили в ведро дощечку. Мышки на дощечку выбрались, к краю ведра дощечку прибило, выпрыгнули и остались живы. Третий эксперимент. Опять бросают 5 мышей в ведро. Две новеньких, а три, которые в прошлый раз спаслись. И засекают время. Минут через 5 две новенькие мышки потонули успешно. А эти три, которые в прошлый раз спаслись, плавают. Плавают 10 минут, плавают 20 минут, плавают час, плавают 3 часа, плавают 10 часов. Вы знаете, сколько они держались на воде? 84 часа. Абсолютно в конец обессилившие мыши лежат на воде, но воду не пьют и не тонут. Что их держало на воде? Как вы думаете? Надежда на спасение? Ну, бросили же дощечку, но, наверное, снова кручешь. Зазря-то помирает. А вот еще интереснейший материал. Газета «Советская Россия» опубликовала цикл статей под общим названием «Исцеление надежды». И вот послушайте, что здесь пишет автор Хондаков. Он пишет, что «До меня дошли слухи, что в городе Калининграде объявилась некая молодая чета Ивановых, которые вылечивают безнадежных больных от рака». Он не поверил, рак вроде неизлечимой болезни, поехал в Калининград. Обнаружил молодая чета, он учитель физики, она медсестра Наталья Иванова. После окончания медучилища ее направили работать в областной онкологический диспансер. Она там проработала год и пришла в отчаяние от результатов работы. Все до единого пациенты, которых туда привозили, ну, а туда самых тяжелых со всей области везли, все люди умирали. Причем умирали в страшных муках, а дня за три до смерти вызывали родственников, говорили, забирайте все, лечить бесполезно. Она не смогла работать в таких условиях, написала заявление об увольнении. И в тот день, когда она увольнялась, очередной молодой женщине, у которой был рак прямой кишки, закрылась проходимость, открылась работа, вызвали мужа и сказали, «Три дня забирайте, дома умрем». И вот этой обреченной женщине Наталья Иванова говорит, «Слушай, у меня рядом есть дача, давай мы тебя на дачу отвезем, я тебя вылечу». Та говорит, «Давай». И вот ее отвезли на дачу, и она начала у этой молодой женщины на уровне подсознания разрушать программу страха, неизбежной смерти от рака. Кстати, человека убивает не столько рак, сколько страх, что он от рака умрет. Раньше поэтому врачи и скрывали, что рак, скажи, что рак еще быстрее умирал человек. И вот она начала ей очищать сознание от программы страха болезни, страха смерти. Она начала простейшими приемами очищать ей душу, так же, как мы на курсе. Она начала простейшими приемами очищать ей тело от шлаков и яда. И случилось чудо. У женщины прекратилась рота. Начали исчезать метастазы, восстановилась проходимость. Через неделю она встала на ноги. Через 10 дней она звонит мужу, «Приедьте, навестите». Муж приехал, а его жена ходит по саду, жарит шашлыки и села с ним шашлыки есть. И вот корреспондент спрашивает, «Так какой же урок вы извлекли для себя из этой первой победы?» Она отвечает, «Я все больше и больше убеждаюсь, что процесс оздоровления организма онкологического больного напрямую связан с психикой. Чаще всего окружающие и сам пациент на подсознательном уровне делают все, чтобы набравшая силу болезнь без помех завершила свое черное дело. И одна из причин этого – всеобщее убеждение в обреченности заболевшего раком человека. А вы разве придерживаетесь иного мнения? Да, я пришла к убеждению, что во многих случаях онкология – это болезнь души, а не тела». И дальше написано, что 150 тяжелейших больных прошли через ее дачу. Не всем смогла помочь, многие умерли, но больше половины выздоровели и здоровыми живут до сих пор. Спустя неделю после первой публикации большая бригада московских врачей-онкологов прилетела в Калининград, подняла все истории болезни, переговорили с больными, тут же решили вопрос, дали им квартиру в Москве, выделили в областной онкологической клинике целый этаж. И Советская Россия еще четыре раза писала о той успешной работе, которую они проводили уже в Москве. Мы шли соратники разными путями, но пришли к одному и тому же. Очищение сознания от ложных программ, в том числе программы страха болезни, смерти, очищение души и очищение тела – вот этот триединый очистительный процесс дает такой мощнейший оздоровительный эффект, что люди избавляются, казалось бы, от совершенно неизлечимых болезней. Но вы посмотрите, чем заканчивается эта статья. Заканчивается статья просто фантастически. Он спрашивает корреспондента, ну читатели ждут от вас еще примеров чудесных исцелений. Ну она приводит еще примеры, но заканчивает статью следующим. У тракториста Бориса К. была злокачественная опухоль поджелудочной железы в последней стадии. Перенес две операции, принял около тысячи уколов морфия. При лечении у нас отказался от наркотиков и сам установил себе срок жизни. Дождаться рождения внука и хотя бы немного понянчить его. Вылечился, действительно дождался внука и два месяца нянчил его. А затем вдруг заявил, что все наши ограничения в диете ему надоели. Он хочет пить, курить и есть все подряд. Болезнь скрутила его за пять дней. Вы представляете? Как только человек сказал, племал я на все, я хочу служить дьяволу. А дьяволу зачем он по кусочкам, раз он сам так к нему в пасть лезет? Он его за пять дней взял и приврал. Когда вы пойдете соратники в церковь, я очень вас прошу, обратите внимание на старых-старых старушек. Такие, знаете, сухонькие старушки в черных платочках, которые постоянно в церкви находятся. И вот обратите внимание на их лица, когда они общаются с Богом. Мне иногда кажется, что эти старушки наши, они почти святые. Это старушки, которые все, как правило, в войну потеряли мужей. Это старушки, которые на своих плечах семьи страну подняли. Это старушки, которых сейчас в такую нищету загнали, что даже представить было невозможно. А ведь они все равно верят. Верят во спасение души. За прошедшие сто лет наша церковь православная перенесла страшнейшие гонения. Страшнейшие гонения. Разрушали, оскверняли скрамы. Убивали священников. Священниками направляли людей совершенно чуждых русскому и православному духу. И все равно не удалось эту церковь изнутри, даже ее разрушить. И вот в Москве живет председатель Союза Духовного Возрождения Отечества, известный экономист и писатель Михаил Федорович Антонов. Он несколько раз приезжал к нам на наши слеты, на школы слеты на озеро Тургаяк, читал нам лекции о вере, о душе, о Боге, о православии. И он рассказал один очень любопытный случай. Как-то в Москву приехала большая делегация высших иерархов японской православной церкви. В Японии около одного миллиона японцев крещили в православную веру. И вот они приехали, эти высшие священники. Ну, встретились с нашим патриархом, с нашими епископами. А потом все вместе взяли и пошли на службу, в храм. И когда они в храм входили, а там же эти бабушки все время там в храме находятся. Бабушки видят, такое начальство заходит. Ну, они взяли так все, к стеночке, так сказать, поприжали, чтобы пропустить. Так вот эти самые высшие японские священники встали перед нашими бабушками на колени и начали им целовать обувь. Бабушки перепугались, но такое начальство и так себя ведет. Но эти японские священники знали абсолютно точно. Божья благодать в нашей церкви сохранилась. И сохранил ее не патриарх, не епископ, даже не намоленные из стены храма. Сохранили вот эти бабушки своей святой и наивной верой. И когда я за родники поверил мне разумом, а сердцем, я понял, от какого чистейшего родника всех нас с вами пытали в свое время отрубить. Вот эта православная вера, это неслыханная на земле вера, которой никогда не было и, может, уже никогда не будет, если сейчас сербов и нас добьют. Это вера, когда человек снимает с себя последнюю рубаху, отдает еще воле нуждающимся и при этом плачет от счастья. Потому что в этот момент он настолько Богу угодит, что Господь Бог купает его в этой Божьей благодати. Вот, говорят, есть загадка русской души. Вот все эти люди на Западе, они не могут понять, что за народ-то здесь такой живет, который с соседа шкуру не дерет, а свою рубаху отдаст, и ведь плачет от счастья, они же видят не от жадности, а от счастья человек плачет. Так вот, вся наша загадка и вся наша разгадка русской души лежит вот в этой нашей мире. Вот там все наши загадки и все наши разгадки. Жил у нас на Руси замечательный святой Серафим Саровский. С точки зрения современного обывателя он был нищий. У него не было ничего. Он своими руками вырыл землянку, в которой жил. У него была одна домотканная рубаха. Он три года ничего не ел, питался отваром травы сны. И он тысячу дней стоял на камушке на коленях и молил Бога о спасении России и спасении русского народа. Но Серафим Саровский был самый наисчастливейший человек на земле, потому что Божья благодать на него с небес стекла рекой. И очень многие паломники, а к нему царь с царицей за благословением приходили в эту Саровскую пусту, очень многие паломники вечерами видели, как от Серафима Саровского исходило сияние. То есть материализовалось это Божье благодать. Так вот, Серафим Саровский в трех словах выразил смысл жизни православного человека. Мы с вами, люди русские, не можем жить без смысла жизни. Давайте запишем. Смысл жизни православного человека. Смысл жизни православного человека. Все пишется с большой буквы, все пишется с большой буквы, стяжание Духа Святого. Стяжание Духа Святого. Серафим Саровский, Духа Святого. То есть смысл жизни так прожить жизнь, и так добрыми делами стяжать этот Святой Дух, подготовить свою душу к бессмертной, вечной жизни. И вы знаете, второй факт, который полностью подорвал мои атеистические устои, это то, что в нашей Церкви существует необъяснимый никакой наукой феномен, нетленные мощи наших православных святых. Вот я был на экскурсии в Киево-Печерской лавре, студентом ездил. И там с 11 века лежат святые монахи. Их никто ничего не делал, они лежат, не рассыпаются в прах, ничего не гниют. Оказывается, если человек при жизни так стяжал Святой Дух, так укрепил свою душу, что она даже после смерти оберегает тело и не дает туда ни тлену, ни гниению проникнуть. Несколько слов на ваши вопросы отвечу. Многие задают вопросы. Валерий Георгиевич, как вы относитесь к экстрасенсам, колдунам? Самым частом вы не экстрасенс ли? А то на первом занятии свет потушили, свечку включили, вроде чем-то лечили, вроде нас... Чего-то такое от вас шло. Должен вам сказать, соратники, что я никакой не экстрасенс, я самый простой, обычный человек, так же, как и вы. И ко всем этим экстрасенсам и колдунам я отношусь точно так же, как к ним относится наша православная церковь. А именно, резко отрицательно и даже враждебно. Я вам объясню, почему у церкви такое отношение к этим явлениям. Дело в том, что всякий раз, когда у человека возникают какие-то сверхспособности, сразу подается вопрос, откуда у тебя эти сверхспособности? Эти сверхспособности человеку может дать либо Бог, либо дьявол. Причем Бог дает их во спасение души, а дьявол дает для погубления его души и тех душ, которые его услугами будут пользоваться. Но все эти колдунные экстрасенсы все в себя в грудь колотят и кричат. Мы белые, белые, мы от Бога, мы с Христой, с иконой, с молитвой идем. А тогда задается второй вопрос. А за какой величайший духовный подвиг Господь Бог дал тебе эти сверхспособности? Бог их просто так не дает. Только за духовное подвижничество. И вот вы знаете, все наши святые, они были такие экстрасенсы, такие ясновидцы, что Кашпировскому даже и не снилось. Но самое это интересное, что они об этом никогда никому ничего не говорили и никогда этим напрямую не оказывяли. И вот есть такая тоненькая книжечка, называется «Житие святых». Она в церкви продается, увидите, обязательно купите, читайте сами, детям эту книжку читайте. И вот там описывается житие одного из последних оптинских старцев Макария. И описывается любопытный случай. Как-то в Оптину пустынь приехал богатейший московский купец. И привез и пожертвовал на церковь целый мешок денег. И при этом сказал, что он очень бы хотел повидаться со старцем Макария. Ну Макарию доложили, что такой жертвователь приехал. И он говорит, благословляю его, пусть приходит ко мне, мы с ним чайку попьем. Ну вот вечером он идет навстречу, весь возвышенный, сидят, пьют чай, говорят о Боге, о душе, о земных делах. И в конце концов купец осмелел и говорит, Точи Макарий, у меня в Москве сейчас предстоит многомиллионная сделка. Благословите эту сделку. Ну я же церкви помогаю. А Макарий на него посмотрел и говорит, благословляю тебя, сын мой. Приходи завтра, еще чайку попьем. Да что ты будешь делать? Ему надо срочно в Москву, там миллионы, сделка. А его старец оставляет еще на один монастыре. А слово старца в монастыре, соратники, это закон. Вот что сказал старец, хоть весь мир перевернись, но так и надо поступать, как сказал старец. Он остался на день в монастыре, ходил на службу, помогал, вечером приходит, пьет чай, сидит как на иголках, уже не решается и благословление спросить. Ну а старец видит его состояние, говорит, благословляю тебя, сын мой. Приходи завтра, еще чайку попьем. Да что ты будешь делать? Так сказать, там у него рухнула сделка, миллионы пропали еще на день. Ну и на третий день попили чайку, старец говорит, благословляю тебя, сын мой, езжай домой и ни о чем не думай, ни о чем не жалей. Ха, не жалей. Он три дня дурака провалял, а у него там миллионы пропали в Москве. И нехороший остаток у него об этой поездке на душе остался. Спустя пять лет на охоте его управляющего задрал медведь. И лежит умирающий управляющий, кричит, позовите хозяина, не могу умереть, хочу грех туше снять. Он пришел, он ему говорит, помнишь, ты ездил в Оптину пустынь пять лет назад? Помню. Прости нас, грешных. Трое суток мы тебя на дороге караулили, хотели убить деньги отобрать. Тебя, говорит, Господь Бог спас. Мы, говорит, уже в конце концов решили, что ты другой дорогой в Москву какой-то уехал. Но ведь старец Макарий ему же не сказал, ты тут посиди три дня, тебя там убить готовится, правда? Но ведь он же это видел, он же это знал. И вот так ненавязчиво, но ведь от лютой смерти доброго человека взял и спас. Задаете также вопрос, есть ли критерий в том, вот правильно ли мы живем, вот правильно ли человек живет жизнь. Вот есть критерии или нет, какой-то объективный показатель. На эту тему в Библии всего написана одна строчка. И написано так, по плодам их узнаете их. А наши с вами плоды это кто? Это наши дети, внуки, правнуки, пра-пра-пра-пра-пра, вот те семь поколений, которые мы должны оставить на земле. И то, насколько наши дети, внуки и правнуки будут лучше нас, вот это и есть показатель того, что мы с вами правильно, правильно и достойно прожили свою жизнь. А вот этот вот закон, вообще говоря, то, что дети отвечают, это он очень сильно, очень сильно действует в нашей жизни. И вот я задавал вчера вопрос, можно ли эту женщину пригласить, работает ли она и так далее. С ней произошла очень интересная история дальше. Она полтора года вела свои эти курсы, ездила по всей стране. И тут как-то мы собрались, пили чай на какой-то праздник, она пожаловалась. Ну хоть бросай эту работу. Хоть бросай работу. Я как уезжаю, дома в дочь, в лёжку заболевают дети, сына и дочка. Я, говорит, приеду, подлечу, подлечу, уеду, опять болеют, и вот все полтора года болеют. А у нас в окружении один парень, он художник церковный, он верующий, но с малолетства. Он говорит, а ты чем занимаешься? Она говорит, да вот курсы веду, души смотрю. Он аж побледнел, аж отшатнулся. Он говорит, да ты что? Да ты же сатанизмом занимаешься. Да ты же детей своих забыл. Да ты же, да как можно души-то тревожить? Да, а что, а как, а что? Да это у тебя дьявола прелесть, когда это в сверхспособности от дьявола используется. Называется в прелести человек. Это же у тебя дьявола прелесть. Ты иди в церковь, молись Бога, чтобы от тебя это ушло. Перепугала её, она побежала в церковь. Молилась, молилась, каялась, каялась. Выходит, а души видит. Пришла к нему, говорит, вот я каялась, молилась, а вроде души вижу. Он говорит, да ты что, да ты поедешь, да какой, от какого, она говорит, это от Бога, наверное, просто. Каялась и всё осталось. От какого Бога, да ты побойся Бога, да ты съезди в монастырь, попроси монахов. Монахинь отмолит от тебя эту прелесть, детей загубишь. И она съездила в Могучевский монастырь, неделю там жила, сама каялась, молилась. Монахи монахини за неё молили. И отмолили от неё эту прелесть. Вышла, и души не видела. И дети выздоровели. И в течение года буквально и сын женился, и дочка за руку ушла, и внуки уже. И всё, как говорится, налагивается. А вот этот закон, я говорю, он действует, соратники, просто неотвратимо. Вот был такой Собчак, помните, Повер недавно. Он был мэр Санкт-Петербурга. Вот он проворовался, сбежал во Францию. Но дело не в этом. А дело в том, что когда он был мэром Санкт-Петербурга, они с Ельциным подняли шумную кампанию, чтобы захоронить Ленина в Санкт-Петербурге. Ну, вынести Ленина из Монсалея. Помните, кампания была? Похоже, для Ельцина там место готовили. Но меня поразила не та наглость, с которой эти господа, так сказать, с любой святыней обращаются. Меня это не поразило наглость. Меня поразило совсем другое. Оказывается, на сегодняшний день у Ленина живых родственников на всём белом свете осталась единственная племянница. Вы представляете? Ведь сто лет прошло, а род-то ведь весь исчез с лица земли. Ведь какая у них семья-то была? Ведь детей-то сколько? Они же в фотокарточку не влазили. А ведь никого же нам в белом свете не осталось. Ни ему Господь Бог детей не дал, ни его братьям-сёстрам. Видать, что-то же было очень страшное в том, что они делали. Было что-то очень правильное, но ведь что-то страшное, раз Господь Бог так распорядился. Или возьмите того же Сталина. Величайший государственный деятель 20-го столетия Иосиф Виссарионович Сталин. Принял страну с Сахой, потомкам сдал с водородной бомбой. Это не я сказал, это сказал Черчилль. Это оценка Черчилля. Самый выдающийся государственный деятель Иосиф Виссарионович Сталин. Но вы посмотрите, какая судьба-то ведь у него. Старший сын в плену погиб. Второй сын спился, самоубийством жизнь закончил. Дочка в их сумасшедшем доме на Западе сколько лет отсидела. Ведь это же тоже неспроста. Видать, что-то же было и страшное в том, что делалось в его годы. Под его, как говорится, именем. Запишите все. Большими буквами запишите. Мы за сухой закон. Двоеточие. Мы за сухой закон. Двоеточие. Мы с вами на третьем занятии голосовали за сухой закон и успешно его провалили. Помните, да? Все вместе. И вот пришло время нам снова переголосовать за сухой закон. Но прежде чем мы будем голосовать, я хотел еще несколько слов сказать. Самое страшное, соратники, что может делать и уже делает алкоголь, это уничтожить целые народы и выместить навсегда с лица земли. И примеры подобных трагедий мировая история уже знает. Об одной из таких трагедий 120 лет назад в своей брошюре о роли труда написал Фридрих Энгельс. В этой брошюре всего одна фраза об алкоголе, но вы послушайте какая. Когда арабы научились дистиллировать алкоголь, им и в голову не приходило, что они этим создали одно из главных орудий, при помощи которого будут уничтожены коренные жители тогда еще даже не открытой Америки. Главным оружием, с помощью которого уничтожили индейцев в Америке, оказался алкоголь. Я вам напомню подробности. Когда европейские колонисты захватывали Северную Америку, там жили многомиллионные племена индейцев. Это были физически крепчайшие люди. Древнейшая уникальная цивилизация. Народ был с таким духовным стержнем. Ловили индейцев в плен, у живого снимали скайп, кожу с волосами с головы. Они молча умирали, крика выдавить не могли. Можно такой народ было войной победить? Никогда. Догадались эти преступники и пустили против индейцев алкогольное оружие массового уничтожения. Никакой защиты против этого оружия у индейцев не было. Они даже поначалу не поняли, что пущена огненная вода, которая вымоет их с лица земли. Начали употреблять мужчины, женщины, дети. Прошло всего два поколения, и от этих индейцев ничего не осталось. Сейчас жалкие остатки многомиллионного цветущего народа умирают в свой век в резервациях за колючей пророкой. Места для них так и названы резервации. Места для сохранения. Зоопарки для индейцев. Но нам-то надо делать выводы из этих уроков истории. О том, что алкоголь является оружием массового уничтожения, не только людей, но и целых народов, знали и знают все без исключения претенденты на мировое господство. В частности, Гитлер. А Гитлер был не дурак. Это был матерый враг нашей страны. Так вот, в 1942 году Гитлер, формулируя основы оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, в своей директиве написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак. Все. Вся социальная программа Гитлера для наших народов. Не школ, больниц, вчителей, врачей, кино. Водка и табак. Но Гитлер прекрасно знал, что водка и табак выметут ненавистных ему славян с лица земли через одно поколение без всяких газовых камер и крематория. Он историю уничтожения яйцев, в отличие от нас с вами, изучил доскональным образом. А в недрах СС, этой преступной фашистской организации, был разработан детальный план уничтожения с помощью алкоголя великого украинского народа. Вся Украина попала под оккупацию. Так вот, этот изуверский план предусматривал продажу украинцев дешевой копеечной водки, но только в обмен на книжную макулатуру. Были созданы приемные пункты, на которые человек приносил связку книг. Вес на вес ему наливали водку, но водку выдавали при одном условии. Он должен был сам пойти на костре книги сжечь. Сам должен был сжечь. Таким образом, эсэсовцы предполагали уничтожить духовное богатство народа книги и выродить народ с помощью алкогольного яда. Чтобы покончить с алкогольным геноцидом, а то, что творится сейчас у нас, это самый настоящий алкогольный геноцид. Алкогольное уничтожение народа в нашей стране. Гитлера-то давно нет, а ведь вся политика-то Гитлера, она же выполняется неукоснительно и неумолимо. Все заводы в Новосибирске развалили. Единственный завод четыре раза увеличил производство, обороты и доходы, это ликероводочный завод. Винал. У вас здесь процветает только минал, да? Да, гидролизный завод, спирт выпускающий. Это все политика Гитлера проводится руками наших правителей, наших властей, против наших народов. Я очень много езжу соратники по стране, и люди не могут понять, как такое вообще могло получиться в конце 20 века. Великое государство вдруг развалили и пустили по миру с протянутой рукой нищий, знаете, лившиц есть, его называют самый великий нищий. Он ходит с протянутой рукой, дайте, дайте еще кредитов, еще, как говорится, не наворовались, все досы. Неужели это случайность? Нет соратники, никакой здесь случайности нет. Дело в том, что в 85-м году зимой, когда стало ясно, что умрет очередной генеральный секретарь Черненко, на свое очередное заседание собралось мировое правительство. Это страны большой семерки во главе с США. И именно в 85-м году они и приняли окончательное решение уничтожить нашу с вами родину, Союз СССР, и разделить Союз СССР на 52 карликовых независимых государства, и заставить эти государства между собой конфликтовать. Вы спросите, зачем мировому правительству делить Союз СССР на 52 государства? Дело в том, что по оценкам ведущих экономистов Запада, к 2015 году будут истощены природные ресурсы западных стран. Единственная нетронутая кладовая – это одна шестая часть земли, где нам с вами посчастливилось родиться и расти. На разрушение Союза СССР они бросили сотни миллиардов долларов. Программа эта называлась «Гарвардский проект». Они на эти миллиарды долларов купили всю нашу верхушку, купили все средства массовой информации всех корреспондентов, купили всех князьков на местах, и в 1991 году им удалось совершенно бесполезно сделать то, чего не смог не сделать ни Наполеон, ни Гитлер – разрушить нашу родину, Великую Россию. Сейчас мы с вами являемся свидетелями второго акта этой гигантской трагедии – разрушения Российской Федерации. Уже вот то, что творится в Чечне, это, так сказать, куплено на зеленые доллары. Уже идет речь о создании других государств, в том числе республика Хакасия, так сказать, понимаете, да? Тоже готовят одно отдельное государство. Уже даже готовится сделаться, объявиться государство Ямал, понимаете? Государство Ямал, они сидят на газовой бочке, зачем им делиться? Американцы туда миллионами зеленые доллары возят, лишь бы только разрушить нашу родину. Но вторая часть этого людоедского плана, а мировое правительство – это людоеды 20 века, да должно быть ни у кого никаких сомнений. Так вот, вторую часть плана они поначалу скрывали, а потом и его открыто объявили. Оказывается, в 1985 году они поставили программу «Минимум» к 2020 году вдвое сократить население Союза СССР. За 35 лет каждого второго в нашей стране убить. Причем убить не столько войной, сколько старшее поколение уничтожить нищетой, которая будет организована в самой, кстати, богатой стране мира, а молодое поколение уничтожить развратом, который будет внедрен в сознание, уничтожить алкоголем, табаком и наркотиками. И вот на разрушение и уничтожение нашей молодежи брошены сейчас десятки, сотни миллиардов долларов. Вот с этими долларами мы сейчас и ведем эту борьбу. Вот именно с этими долларами. Маргарет Тэтчер, повивальная бабка Гамбачева, это член мирового правительства, когда уже она не стала премьер-министром Англии, она приехала, где-то тут у нас была, и давала интервью. И она сказала такую мысль. По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек. Переводчик, думал, ослышался и перевел 50 миллионов человек. А она, сволочь, по-русски понимает. Она говорит, ноу, фифти, фифти, 15 миллионов человек. Недавно приезжала Маргарет Олбрайт. И она повторила эту же цифру. По оценкам мирового правительства, целесообразно проживание 15 миллионов человек. Куда 135 миллионов оставшихся? А их надо уничтожить. И в первую очередь уничтожить алкоголем, табаком и наркотиками. И вот мы сейчас не просто с вами живем. Мы с вами сейчас живем в условиях страшной агрессии, направленной на уничтожение нашего старшего поколения. И уничтожение нашей молодежи. Так что знайте, мы с вами на войне. На войне жестокой, страшной, ведущейся против нас всеми способами. Причем тайной. Если бы просто ходили убивать, люди бы задумывались. А если рядом круглые сутки торгуют пивом, вином и водкой ларек, то люди и не задумываются. Вроде так и должно быть. Но мрут люди, как мухи. Ну подумайте. Вон уже кладбища не хватает в городе. Итак, мы за сухой закон. Первое напишите. Для детей. Первое. Для детей. Кто против сухого закона для детей? Воздержался? И смотри. Единогласно напишите. Единогласно. Второе. За рулем. Второе. За рулем. В том числе за государственным рулем. Вот был бы у вас глава республики трезвый человек, такой же, как я, например, он, наверное, не допустил бы такого безобразия, которое творится. Ну я так понимаю. Были бы все депутаты трезвые, они, наверное, не допустили бы такого бардака. Понимаете, то, что в стране развелось. За рулем. В том числе за государственным рулем. Между прочим, соратники, у нас в стране 85 лет действует сухой закон за рулем. У нас в стране действует до сегодняшнего дня сухой закон за рулем. Каждый нетрезвый человек за рулем должен быть остановлен, лишен прав и оштрафован наказан. Это и есть сухой закон. Наказание за алкогольное нормальное. Вы помните, нам говорили, сухой закон ничего хорошего не дает. Слыхали про такой? Вот давайте завтра отменим сухой закон за рулем. Ну вот давайте завтра отменим. Что у нас? Все только трезвые будут за рулем ездить, когда отменим сухой закон? Сейчас 1% водителей за рулем ездят пьяные. Но этот 1% водителей дает почти 27% всех дорожно-транспортных происшествий и более половины всех смертей на дорогах по вине вот этих пьяных водителей. Давайте завтра отменим сухой закон. Да каждый второй пьяный за рулем поедет. Нас же с вами передали. Но нет, наверное, интереса отменять этот сухой закон. Наоборот, надо его соблюдать. Как можно жестче и строже. Оказывается, сухой закон дает и дает очень много. Третье запишите. На производстве. На производстве. Кто против воздержался, ты смотри-ка. Единогласно. Единогласно. Четвертое. Для себя. Сухой закон для себя. А вот за этот закон, соратники, мы голосовать не будем. Это дело нашей совести. Но никто же, слава Богу, силой-то в рот не льет, правда? Ну, не льют же еще пока силой в рот. Можно, так сказать, от этого уберечься. Мы же разумные люди. Вот у меня в семье 18-й год. Сухой закон для себя. Мы эту отраву не покупаем, не употребляем. Ничего, мы живем трезвой жизнью. Всем показываю пример, как надо жить. Людям нормальным, людям достойным. И последнее, пятое, напишите. Сухой закон для всех. Сухой закон для всех. Поставьте тире и напишите. За этот закон предстоит трудная борьба. За этот закон предстоит трудная борьба. Ну, должен вам сказать, соратники, что не все, слава Богу, еще до конца пропито, продано и предано в нашей стране. Есть еще люди, которые думают не только о своем брюхе, но и думают о том, что же мы детям своим, внукам оставим какую страну. И часть таких трезвых людей объединилась в организацию, которая называется «Союз борьбы за народную трезвость». Я здесь представляю эту организацию. Ну, мы все здесь ее представляем, эту организацию. Эта организация родилась в Новосибирском Академгородке в 1988 году. И она родилась как альтернатива тому официальному обществу трезвости, в котором, я думаю, кто-то из вас даже и состоял. В 1985 году было принято постановление антиалкогольное. И в нем было написано «Создать общество трезвости». И это официальное общество трезвости создавали сверху вниз. Начальников поназначали всех, а потом народ начали в это общество силой загонять. Отбирали 2 рубля взноса, пьешь ты, не пьешь, никого не интересовалось, вешенный значок. И через 3 месяца общество отсчиталось. Напринимали 11 миллионов человек, членов общества трезвости. Но самое для вас будет любопытное и интересное, это то, что ни меня, ни академика Углова в это общество не взяли. И мы сейчас ясно видим, что это общество было создано с единственной целью дискредитировать святую идею трезвой жизни в умах людей. Чтобы люди при слове «трезвость» начали плеваться. И во многом это общество этого достигло. Но пока шло отрезвление, помните, 85, 86, 87 год, жизнь-то какая началась. И ночами можно было детей отпускать, не боясь, ни пьяных, ничего. Мы радовались. Но когда в 88 году начали снова открывать магазины, мы молчать не смогли. И в ноябре месяце 88 года в Новосибирском академгородке собралось 360 активистов неформального трезвенного движения страны. И мы создали свой союз борьбы за народную трезвость. Председателем этого союза, вот уже 13-й год, является всемирно известный хирург, академик всех медицинских академий МИДРА, Федор Григорьевич Углов. Ему сейчас 96-й год, я вам уже рассказывал, он до сих пор работает, до сих пор учит студентов, делает сложнейшие операции, пишет книги, руководит нашим обществом. Все эти 13 лет я являюсь его заместителем по этому обществу. Наш союз борьбы за народную трезвость единственная в стране общественная организация, которая пережила перестройку. Мы до сегодняшнего дня всесоюзный союз борьбы за народную трезвость. И на все наши мероприятия приезжают соратники из всех республик, из Казахстана, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. Мы единственная в стране чисто общественная организация. У нас не было и нет ни одного штатного работника. У нас не было никогда членских взносов, нам, собственно говоря, некому собирать. И все люди у нас работают в нашем союзе только по велению совести, энтузиастам, так сказать, отдают свои силы. Наш союз каждый год фактически проводит мероприятия очень важные и ответственные. Мы проводим съезды. Каждый год в июле месяце мы проводим огромную школу «Слёт на озере Тургаяк». Туда приезжают до трех тысяч активистов трезвенного движения со всех республик бывшего Советского Союза. Мы там проводим курсы, обучаем преподавателей, так сказать, ведем семинары, общения. Очень интересная, так сказать, работа ведется на озере Тургаяк. Мы проводим региональные конференции, в том числе в прошлом, позапрошлом году проводили несколько крупных трезвенческих региональных конференций. Мы издаем вот уже, который, шестой или седьмой год, да? Шесть лет уже, седьмой пошел. Шесть лет издаем свою газету «Соратник» называется. И вот сегодня во время перерыва, посмотрите, это уникальная газета, которую вы не купите ни в каком киоске, мы ее только рассылаем по всей стране по подписке нашим соратникам. Там вся информация, в том числе о методе Шичко, о курсах, о алкоголе, о проблеме наркомании, все там написано. Обязательно посмотрите, приобретите, вы тем самым поможете, в том числе и нашей газете. И вот мне очень часто в Москве, а наш союз борьбы входит в союз патриотических сил России, я там его представляю. И довольно часто мне приходится присутствовать на различных мероприятиях в Москве союза патриотических сил. И мне довольно часто задают такой вопрос. А в Москве, я вам хочу сообщить, что почти все корреспонденты телевидения и центральных газет получают зарплату не так, как мы с вами в рублях, а они получают зарплату в долларах. И кто им эти доллары платит, никто не знает. И если он напишет статью в газету о зверствах русской солдатни в Чечне, то ему принесут вот такой толстый пакет долларов, просто отдадут, скажут, молодец. А если он, не дай бог, напишет статью о том, как рядовой грудью заслонил своего командира от бандитской пули, то ему целый год вообще ни одного доллара платить не будут. И этими долларами они так вытрясали всю вот эту, понимаете, московскую пишущую и телевсякую эту, что там они уже сами чувствуют, вот за это им доллар идет, а за это с них доллары, так сказать, спишут. И они делают только то, что говорят хозяева этих долларов. И вот эти вот долларовые и зеленые корреспонденты очень часто задают мне вопрос, а скажите, пожалуйста, а кто это финансирует в ваш союз борьбы за народную трескость? Что вы до сих пор не сдохли, ну все же организации-то рассыпались, а вы съезды проводите, газеты издаете, конференции, взлеты, школы, университеты по всей стране организуете. То есть, кто вас финансирует? И вот этот вопрос, соратники, для нас, я считаю, очень и очень важный. И кто нас финансирует? Вы, конечно, понимаете, что мы работаем, ну сейчас уже понимаете, что мы работаем в области идеологии, правда? А никакая идеология без денег в принципе существовать не может. В принципе не может. Что издать вот эту газету? Представьте себе, на Украину послать конверт с тремя газетами, знаете, сколько сейчас стоит? 26 рублей. То есть, как разрывают, просто по живому. Без денег существовать идеология не может. И я вот здесь вам хотел рассказать одну историю, чтобы вы поняли, в каких условиях нам приходится жить и работать, чтобы вы это поняли, так сказать, сами тоже поняли. Я в 83-м году прочитал доклад академика Углова, он опубликован в его вот этих книгах, этот доклад. И я принял решение навсегда отказаться от употребления алкоголя, более того, бороться за то, чтобы спасти свой народ от той вычасти, которую ему уготовили, от уничтожения. И я прочитал доклад Углова, пришел домой все вылен, а на следующий день у нас был пленум общества знания Академгородка, 83-й год. А я член правления общества знания был. Ну, сижу в президиуме, выступает секретарь райкома. И вот он жевал-жевал резину, надо еще более усилить идеологическую работу на недосекаемую высоту. Кто хочет выступить? Я говорю, можно я? Пожалуйста. Я вышел и говорю, что усилить? В нашей стране жить осталось 20 лет. Нас в 2000-м году алкоголем, как индейцев, уничтожили. Вы почитайте, что пишет Академия Круглов в своем докладе. Нам, кстати, в 1985-й год дал 10 лет передышки. Мы в 2010-м году будем уничтожены алкоголем. Я говорю, вы почитайте доклад Углова. Меня семь раз пытались согнать с трибуны начальства. А зал кричает, пусть говорит все до конца. Я 45 минут выступал на эту алкогольную тему. Пересказал доклад Углова, своей, так сказать, боль туда внес. У меня всю деревню мою уничтожили алкоголь. Всю деревню мою уничтожили алкоголь. И когда я закончил это выступление, тут же все, закрыли этот пленум, так сказать, сорвал я этот пленум. И меня тут же все за рукав. Слушай, пойдем у нас расскажи, пойдем у нас в институте, нашим расскажи, нашим. И я пошел в институт, один рассказал, выступил еще раз на эту тему. А в этот же день, буквально два дня тому назад, мой директор института, академик Нестеритин, подписал приказ о моем неслыханном повышении по службе. Мне давали лабораторию, у меня зарплата со 180 до 560 рублей возрастала. В три раза сразу зарплата возрастала. И на следующий день меня вызывает директор и говорит. «Или ты навсегда забудешь слово «алкоголь» и говорить об этом? Либо мы этот приказ рвем, и тебе мы в Академии наук работать не придется». Но я на эту тему выступать не перестал, и меня уволили из Академии наук. Причем нас объявили в те годы антисоветчиками. Логика была проста. «Вы выступаете против водки? Да». А водкой кто торгует? Государство. А государство кто руководит? Партия. Ну, значит, вы антисоветчики, а не коммунисты. Вам надо башку оторвать. И отрывали башку, конечно, очень и очень сильно. Я на следующий день, после того, как меня уволили из Академии наук, совершенно случайно поступил работать на кафедру физики в пединститут. Я утром приехал, вечером меня выгнали, а утром я приехал. Я говорю, вам нужны преподаватели? Они говорят, нужны. Я говорю, вот мои бумаги. Да ты что, с медалью физношколу закончил, университет. Да без обмана только, берем тебя. Я говорю, да вот трудовая берите. И меня приняли. А через три дня обнаружили, какого они приняли. Приняли человека, которого за антисоветизм с Академии наук изгнали. И мне в течение следующей недели ни за что абсолютно объявили выголов, строгий выголов. И сказали, лучше по-хорошему напиши заявление, сам уволься. Или вот ты сейчас на минуту куда-нибудь опоздаешь, мы тебя по 33-й статье с волчьим гилетом уволим и отсюда. Ну, 84-й год уже был. Нашему движению, как говорится, Христа распятого не хватало. Я говорю, ну если еще и вы меня выгоните, то ради бога и выгоняй. И хуже не будет. Они долго-долго думали, советовались и решили меня не трогать. Опасно было из меня мученика делать. Вот. А тут как раз 85-й год. Постановление. И оказалось, что я-то политику партии правильно понимал. Но я просто впереди паровоза бежал. А они-то сволочи неправильно. Ну и тут я, конечно, над ними отыгрался на все 100%. Я вот эти вот все свои лекции прочитал на всех курсах всем студентам Пединститута. Мы там такую работу развернули. Но в 87-м году были последние выборы без выбора. Помните, за одного голосование ходили. Звонят из райкома партии в Пединститут, в комитет комсомола и говорят. От Пединститута в областном совете был всегда один депутат, представитель. Сейчас выборы выдвигайте. Те говорят, кого? Они говорят, о, сейчас демократия самого достойного, но только не трезвенька. Чтоб был не трезвенник. С нами продолжали бороться с трезвыми людьми. А комитет комсомола, 33 человека, все до единого были уже трезвенники. Ни один не употреблял ни алкоголь, ни табак. Я с ними в первую очередь с комитетом комсомола и поработал. Ну они целую неделю искали достойного пьяницу, найти не смогли. Опять им звонят, нашли, нет. Ну тогда девочка, второй курс, исторический факультет, не замужем, комсомолка. В общем, племянница, секретаря обкома, ее выдвигайте. Но тут они вообще возмутились. А в этот момент областная газета опубликовала очередную статью против нашего движения трезвенного и против меня лично. Так вот студенты собрали комитет комсомола внеочередной. Обсудили статью, признали кривитнической. Написали письмо в ЦК КПСС, что травят их преподаватели. А вторым вопросом единогласно выдвинули меня кандидатом депутаты в областной советы. Что после этого началось, вам представить невозможно. Меня четыре раза по четыре часа разбирали на порткове. Мне выворачивали руки, чтобы я отказался. Написал заявление, что я отказываюсь от этого выдвижения. А я 16 часов вот так вот стоял и Ваньку валял. Я говорю, ну что вы, ну как же, да вы что, да студенты, да единогласны, да как мы в душу-то им наплюем. Да какие же вы-то коммунисты после того, если вы, так сказать, так будете с людьми-то и прочее. И в конце концов я не отказался. Меня отказалась регистрировать областная комиссия. А после выборов начались репрессии. Сняли с работы ректора института, сняли с работы секретаря парткома, сняли с работы декана моего губернатора. А новое начальство мне такую жизнь устроило, что через полгода я сам взвыл. Взвыл, и когда меня в очередной раз вызвали на партком, я захожу, они на меня с любопытством смотрят. Я говорю, ребята, давайте я от вас уволюсь, пиши заявление. И пока я писал заявление, принесли трудовую книжку, расчет, без всяких обратных листов, меня за 15 минут уволили с работы. Меня уволили после обеда, я домой приехал. А у меня была договоренность в электротехническом институте, что меня туда возьмут на кафедру работать. Там соратник декан наш. Я на следующее утро еду в город, в электротехнический институт, захожу к этому декану, он голову поднимает, говорит, О, вчера после обеда ко мне заходит ректор института Лыщинский и говорит, жданного на работу не брать. Я во второй, третий, четвертый, пятый, 15 вузов в Новосибирске, меня никуда на работу не берут. Я иду в школу устраиваться учителем физики, меня в школу учителем физики не берут. Я тыркался, тыркался, и я в 87-м году полгода был безработным. Сейчас безработных очень много, и как-то им тут пособия, ну вроде это не очень. И вы себе представить не можете, что значит было в 87-м году человеку быть безработным. Вот что такое было быть безработным. И в конечном счете у меня же семья, двое детей, жена врач, ну кормить-то надо. И я в конце концов вынужден был через полгода устроиться простым рабочим с отмозработать. То есть меня-то воспитывали, место мне мое показали, вот тебе там твое это место. Но что меня соратники потрясло за эти полгода, мое имя было уже довольно известно и в нашей стране, и за рубежом. И кстати знали, что все мои права нарушаются, то есть меня специалисты высокой квалификации не дают работать по специальности, по моим убеждениям. Так вот за эти полгода соратники, ни одна правозащитная сволочь на Западе даже мне открыточку не прислала. Ну думаю, ну хоть по открыточку прислали что ли. Владимир говорит, держись, твои права нарушаются, а мы там за тебя поставим вопрос, где-то там скажем. Как он, за Гусинского бросились орать весь мир, 360 тысяч протестов со всего мира за то, что его на три дня, понятие там, где-то задержали. Ну хоть бы одну открыточку прислали, я уж не говорю копейку какую прислали. И тут я соратники понял совершенно точно. Вот все, что нас здесь сохраняет и спасает, они аж зубами там скрипят, что вот мы еще живы, вот такие люди, что мы еще на земле-то живем, не всех еще упоили и купили. А вот все, что нас здесь разрушает и уничтожает, они миллиарды на это не пожалеют. И когда меня спрашивают, кто вас финансирует, я всегда говорю, нас финансирует народ. И вот у меня соратники есть три ведомости вон там. Называется ведомость сбора добровольных взносов и пожертвований, Союзу борьбы за народную трезвость. Если у вас есть возможность, ну у кого 10 рублей, у кого 15, 20, 30, Во время перерыва подойти, написать свою фамилию, инициалы, написать сумму, расписаться. Если есть возможность нам помочь, то мы будем очень и очень рады. И когда меня спрашивают, кто нас финансирует, Я этим корреспондентам всегда показываю, нас финансирует народ. Как это народ? А вот, говорю, вот нас финансирует Новокузнецк, вот финансирует Красноярск, Вот Петропавловск-Комчатский, вот нас финансирует Могилев, Душанбе, А вот у меня есть одна ведомость, нас финансирует деревня углы Алтайского края. Меня там наши соратники живут, они меня пригласили как-то на недельку отдохнуть. Ну я приехал, а они, естественно, группу собрали, мы провели вечерами для насенчан. И я начал выступать. В этой деревне соратники, и людям 6 лет не платят зарплату вообще. 6 лет им там не платят вообще ни копейки, никому. Они живут только на пенсию, что получают пенсионеры, вот на это хлеб покупают. И когда зашел разговор, я вот был просто действительно поражен. Ну спросил, там мой соратник выступил, сказал, вот у нас союз, мы вот боремся и так далее, и тому подобное. Я был просто потрясен. Люди, у которых денег нет, последние рубли понесли, ребята, возьмите. Я говорю, ну что вы, у вас же денег нет. Возьмите, ребят, возьмите. На вас, наверное, последняя надежда. Потому что, ну, как говорится, наверное, вы в Сталинграде, вот этот последний окоп, я если уж вам шею свернул, то нам-то здесь уже надеяться просто не на кого. Поэтому соратники, если даже и 5 рублей, то мы будем рады, если это от души и для доброго дела. Во время перерыва можно будет подойти, я тут сяду и, так сказать, это дело можно будет оформить. Во время перерыва я попрошу, разберите все, кто опоздал, свой рисуночек, который рисовали на первом занятии. Спросите, у кого папочка с вашим месяцем рождения, и там его найдете, в этой папочке, свой рисуночек. Перерыв у нас будет сейчас минут 15 мы сделаем. Во время перерыва можно посмотреть литературу, подойти ко мне, здесь пообщаться. И после перерыва мы сделаем комплекс упражнений, и там еще минут на 20 у меня заключительные доделки. Да? А когда еще сейчас вы будете путь, вы там ставлены? Не знаю, трудно сказать. Трудно, я до сих пор не могу понять, чей он ставленник. Но! Есть вещи, которые нас обнадеживают. Появилась в московском комсомольце заметка. Путин категорически запретил употреблять алкоголь на его самолете. Что вызвало крайнее неудовольствие всех журналистов, там, кихни, обслуги и прочее. И все вспоминают время Ельцина, когда там пьянка, гулянка шла круглые сутки в этом его самолете. А Путин их запретил. Более того, пишут дальше комсомолец, когда у помощников Путина спрашивают, что пьет ваш Путин. Они отвечают, он у нас вообще не пьет. Они говорят, а как же он в фужер, а в фужере там не водка, а минеральная вода у него. То есть он алкоголь вроде бы не употребляет. Вот это обнадеживает. Хотя поставил его на пост самый главный алкоголик страны Борис Николаевич Ельц, другой стороны. И поддерживал это дело самый главный грабитель в стране, господин Чубайс. То есть они его туда толкали. Но вот не знаю, может он их перехитрил Путин. Может действительно наши спецслужбы, разведка и КГБ свернет шею всей этой махи. И если он трезвый человек, то я думаю, политику может быть начнется. Чтобы видеть слово так, слово людям видеть хуже. Поморгали, успокоились. Увидите, поближе, если кто не видит, поближе встаньте сюда. Поморгали все, успокоились. И для начала несколько медвежек покачиваем к окошечку. И раз, и два, и три, четыре, и раз. Не гнем тело, тело прямое. И четыре, и раз, и два, и три, и четыре. Поморгали, поморгали, поморгали глазками. Легко, 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 поморгали все глазками. Поморгали глазками все, легко. Снова начали все вместе. Начали к окошечку. Три, четыре, и раз, два, к стене. Три, четыре, и раз. Поморгали глазками. Два, три, четыре. И раз, и два, и три большие повороты, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И остановились. Вот у меня в Берске один соратник, спустя два месяца, прислал мне восторжнейшее письмо Владимир Владимирович. Я, наконец, понял большие повороты. И вот соратники дома, попробуйте поделать в ритме вальса эти большие повороты и добиться состояния невесомости в теле. Вот иногда вот крутишься, и где-то 30-40 раз, и не чувствуешь уже веса тела. Вот в этот момент идет мощнейшее расслабление мышц и глазодвигательных мышц. Вот когда, вот я говорю, какое-то состояние невесомости возникает. И вот он пишет, я, говорит, наконец, это состояние подхватил, смотрю, я всю таблицу вижу. Всю таблицу вижу глазами, так сказать, расслабились у него мышцы глаз. Так, значит, а сейчас делаем комплекс на улучшение мозгового кровообращения. Ноги на шине плеч, помогали, все на мою сторону посмотрели, на меня всю центральную фиксацию, и начали. Положили голову на плечо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Усложняем. Раз, добавили. Два, три, четыре. Раз, и два, и три, и четыре. Поморгали. Вверх, вниз. Вверх. Раз, два, вниз. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Усложняем. Раз, и добавили. Два, три. Подбородок вниз. Четыре. Раз, два, три, четыре. Поморгали. Право-влево. Начинаем к окошечку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Усложняем. Раз, и добавили. Два, три, и четыре. Раз, и два, и три, и четыре. Поморгали. Вращение головы на 4 счета. Глаза открыты. Голову на грудь. Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В обратную. 1, 2, 3, 4. Нет, не быстро. На 4 счета. 5, 6, 7, 8. Поморгали. Теперь плечи. Подняли все плечи вверх. 1, 2, вниз потянули. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Усложняем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поморгали. Плечи вперед-назад. При этом то спина, то грудь колесом. Начали. Плечи вперед. 1, спина колесом. 2, плечи назад. 3, 4. 1, спина колесом. 2, грудь колесом. 3, 4. Усложняем. 1, и добавили 2, 3. И лопатки с ними. 4. 1, и 2, и 3, и 4. Поморгали. Вращение плечами. 1, 2, 3, 4. И 5. Стряхнулись. Назад. 1, 2, 3, 4. И 5. Стряхнулись. Поморгали. Ноги неподвижные. Поворот плечо вперед. Начинаем к окошечку. Начали. 1, 2, и 3, 4. 1, 2, и 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поморгали. Поморгали. Поворот плечо назад. Смотрим строго за себя назад. Начали. И 1, и 2, и 3, 4. И 1, и 2, и 3, 4. 1, 2, и 3, 4. 1, 2, 3, 4. Стряхнулись. Поморгали. Скрутка назад. Руки в замок. Кулачки взяли в замок. Лопти сильные не расставляем. И скрутили себя назад. 1, задержались. 2, 3. Смотрим назад. 4. 1, смотрим назад на лапу. 2, 3, 4. Усложняем. 1, и подкрутили. 2, 3. И подкрутили себя 4. 1, и подкрутили. 2, 3. И подкрутили 4. Поморгали. Стряхнулись. Наклоны в сторону. Начали к окошечку. 1, 2, 3, 4. 1, резко не надо. 3, 4. Усложняем. 1, а вот сейчас резко. 2, 3. И 4. И 1, и 2, и 3, и 4. Руки на пояс. Вращение таза. 1, 2, 3, 4, 5, и 6. Вобратно. 1, 2, 3, 4, 5, и 6. Стряхнулись. Поморгали. После этого делается массаж глаз. Потерли руки до тепла. Отряхнули. И начинаем. Тремя пальцами, круговыми движениями лоб. Двумя руками. Двумя руками, круговыми движениями лоб. Погладили лобик. Погладили. Тремя пальцами брови. Помассировали бровки. Погладили. Поморгали. Двумя пальцами височки. Помассировали полукруговыми движениями. Погладили. Поморгали. Тремя пальцами верхнюю скулу под глазами. помассировали, помассировали погладили, поморгали указательным пальцем пазуху у ноздрей помассировали, помассировали у ноздрей пазуху не нос а у ноздрей пазуху ему вот здесь ниже, возле ноздрей вот эту вот ямку, вот-вот-вот ямку, ямку прям на лице поморгали а теперь нос переносится вот такими движениями помассировали нос переносится, вот то что вы делали помассировали погладили, поморгали, ухо начинаем, перед ухом яблочку на щеках помассировали, шишечку, козелок, отверстие ушное и ушную раковину всю помассировали, за ушами мягенькое место помассировали и шею сзади, шею сзади, поморгали, встряхнулись, а теперь собственно массаж глаз, потёрли руки до тепла, потёрли, отрихнули и начинаем двумя пальцами накладываем верхнее веко, глаза закрыли, нажать, повибрировать, нажать, повибрировать, нажать, повибрировать, поморгали, средними пальцами снаружи, с уголков глаз, сбоку на глазик через веко на закрытие, нажать, повибрировать, нажать, повибрировать, нажать, повибрировать, поморгали, Двумя пальцами нижнее веко, снизу на глазик, нажать, повибрировать, нажать, повибрировать, нажать, повибрировать, поморгали. Большими и средними пальцами изнутри, вот переносицы, накладываем на глазик и изнутри нажать, повибрировать с четвертой стороны, помассировали глазик. Поморгали, поморгали, поморгали. Четырьмя пальцами защипнули глазики и помассировали их, улучшали кровоснабжение. Поморгали, поморгали, а теперь указательным пальцем правой руки на правом глазу астигматичную точку Глазик закрыли, нажали, повибрировали Нажали, повибрировали, представьте глаз из пластилина И в эту сторону у нас выйдут А вы на него нажали прямо на глаз, не на веки, а на глаз И поморгали А теперь на втором глазу астигматичную точку налево Нажать пальчиком, проэклировать, поморгали. Теперь глазки крепко-крепко зажмурили, открыли, а потом не только в сторону нас, китайские. Зажмурили, открыли вверх китайские, зажмурили, открыли вниз китайские. Поморгали, поморгали. Против этого делается комплекс упражнений на подвижность глаз, эфирные глаза. Итак, взяли все эфирные глазки в руки и начали. Глазки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, на место. Поморгали, взяли эфирные глазки вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, на место. Поморгали не головой, а глазами крутим, голова неподвижная. Поморгали. Диагонали, посмотрели вправо вверх, лево вниз, право вверх, лево вниз, право вверх, лево вниз. На место, поморгали. Обратная диагональ. Лево-верх, право-вниз. Лево-верх, право-вниз. Лево-верх, право-вниз. На место, поморгали. Вы там опоздали? Поближе подойдите. Кто спереди-то стоял у нас, соратнику подскажите. Пожалуйста, пройдите вперед. Так, поморгали глазками. Следующее упражнение. Прямоугольник. Подняли эфирные глазки наверх. Верхнюю сторону. Боковую вниз. Нижнюю вверх. На место, поморгали. В обратную сторону прямоугольник. Ближе сюда подойдите. Ближе, или правую. В обратную сторону прямоугольник. Верхнюю, боковую вниз. Нижнюю вверх. Верхнюю вниз. Нижнюю вверх. На место, поморгали. Стряхнули звук напряжения. Руки надо стряхивать, а то напряжение на глаза пойдет. Циферблат рисуем. Взяли эфирные глазки. На 12 часов подняли вверх. И по кругу крутим. 3 часа. 6. 9. 12. 3. 6. 9. 12. 3. 6. 9. 12. На место, поморгали. В обратную сторону циферблат. 12. 9. 6. 3. 12. 9. 6. 3. 12. 9. 6. 3. 12. 9. 6. Поморгали, поморгали. У меня в Новокузнецке один соратник. На следующий день с эфирными глазами. Он на втором ряду вот тут стоял. Я на стол залез. Я говорю, так, все взяли эфирные глазки. Все глаза взяли. А он руки в карманы. Раз. И вытаскивает два теннисных шарика. Нарисованы глаза, ресницы. Все. Хлопни на меня смотрит. Вот так, вот так. Я чуть со стола не упал. Но до того неожиданно два этих белых глаза на тебя глядят. А он говорит, а мне вот удобнее за шариками смотреть. Ну, удобнее, удобнее, конечно. Так, следующее упражнение какое? Бантик. Взяли эфирные глазки в сторону и начали. Боковинка, диагональ. Восьмерку на боку рисуем диагональ. Боковинка, диагональ. Боковинка и диагональ. На место. Поморгали. Песочные часы. Подняли глазки наверх. Верхушечка, диагональ вниз. Нижняя вверх. Верхушка вниз. Восьмерку рисуем. Нижняя вверх. Поморгали глазками, поморгали. А сейчас раскручиваем эфирными глазами спираль. Взяли эфирные глазки, начали. Маленький круг рисуем раз. Второй круг побольше рисуем два. На свои руки смотрим. Третий круг рисуем три. И четвертый большой круг на вытянутых кругах. Четыре ушли эфирные глазки. На место их. Поморгали. Закручиваем спираль. Взяли эфирные глазки, вниз в сторону начали. Большой круг. Раз. Второй круг поменьше. Два. Третий круг еще меньше. Три. И четвертый круг четыре. На место. Поморгали. 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 А сейчас наматываем эфирные глаза на стеклянную горизонтальную трубу. И свои глаза пытаемся на трубу намотать. Взяли эфирные глазки, в сторону начали. Раз. Виточек намотали. Два виточка намотали. Третий виточек. Непрерывно. Четвертый. И пятый. Сматываем. Раз. Виточек. Два. Три. На свои руки смотрим. Четыре. И пять. На место. Поморгали. А теперь наматываем эфирные глаза на вертикальную стеклянную трубу. Взяли эфирные глазки, на пол их положили. Начали. Раз. Виточек. На уровне груди два. На уровне носа три. На уровне волос четыре. И выше головы пять. Сматываем. Раз. Виточек. На уровне волос два. На уровне носа три. На уровне груди четыре. И на пол положили пять. На место. Поморгали. Взяли змея синусоида или волна. Взяли эфирные глазки с хвоста. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, голова, назад. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и хвост. На место. Поборгали. Сейчас наматываем эфирные глаза на стеклянный прозрачный глобус перед вами. Взяли эфирные глазки и начали. Раз, цветочек. Два, три, четыре, пять и шесть. На место. Поборгали. В обратную сторону глобус. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. На место. Поборгали. А сейчас в разнобой. Взяли эфирные глазки и правый вверх, левый вниз. Раз, немножко. На место. Правым глазом за правой рукой смотрим, левым за левым. На место. Правый вверх, левый вниз. На место. Левый вверх, правый вниз. На место. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. На место. Поборгали. Взяли эфирные глазки, к носу свели и до ушей развели Свели, развели, свели, развели Правым на правую руку смотрим, левым на левую Свели, развели, на место, поморгали По диагонали растягиваем эфирные глазки Взяли их по диагонали, раз, аж перекашивает на место Два, на место, раз, на место, два и на место Поморгали. Теперь вращение эфирными глазами. Взяли эфирные глазки к носу и круги рисуем. Раз, медленно. Два, три, четыре и пять. На место. Поморгали. Стригнули напряжение в обратную сторону круги. К носу свели. Раз, два, три, четыре и пять. На место. Поморгали. А сейчас близорукие потёрли руки до тепла и сделали пазмин стоя. А дальнозоркие давайте пополируем глазами. Взяли дальнозоркие эфирные глазки. Нарисовали букву О. Букву О нарисовали и немножко пополировали. Медленно. Полировочные движения. Полируем, полируем. Два тампончика в руках. Смотрим на свои руки. А. На место. Поморгали. В обратную сторону букву О нарисовали. И пополировали стеночки буквы О. Пополировали, пополировали. Откроем, смотрим своими глазами на свои руки. На место. Поморгали. А сейчас пять циферблатов по часовой. Часть против. Начали. Наверх подняли. И раз. Два. Три. Быстрых. Четыре. И пять. В обратную. Раз. Два. Смотрим на руки. Успеваем смотреть глазами на руки. Пять. На место. Поморгали. А сейчас потёрли руки до тепла и тоже подняли. Ноги на ширине плеч. Руки обязательно упираются в грудь у всех. И в верхней покачивании. Думаем о чём-то добром, хорошем. Расслабляемся. Расслабляемся. С ноги на ногу переминаемся. После эфирных глаз всегда делаем парень. Так. Остановились все. Выпрямились. Глазки слегка зажмурили. Ослабили, зажмурили. Ослабили, зажмурили. Ослабили, сняли ладошки. И носом нарисовали все весёлого человечка. Точка, точка, загрязая. Вышла рожица кривая. Ручки, ножки, огуречек. Вот и вышёл человечек. Рисование носом это тоже метод бейца. А сейчас глазки промахнули. Вздохнули глубоко. Выдохнули. И открываем. Быстро, быстро моргаем. А сейчас, Григорий Иванович, я попрошу лампу, откройте. Все повернитесь лицом к лампе. Туда. Ускоро. Так. Откройте. И мы сейчас на лампу никто не смотрит. Мы сейчас с вами сделаем большие повороты. Будем петь вальс. И заодно сделаем сонаризацию глаз на лампе. Сонаризацию глаз. Итак, в момент сонаризации глаза проходят через лампу. На лампе не задерживаются. Смотрим то налево, то направо. Итак, приготовились все. Ноги на шине плеч. Грудью лицом глазами начали. Все к окошечку. И раз. И два. И три. И четыре. Лампа слева, лампа справа. Лампа слева, лампа справа. Лампа слева, лампа справа. Лампа слева, лампа справа. Наш любимый в школе вальс. Сожраем. Три. И четыре. Но друзья веселые, простились мы со школою. Но каждый год мы в свой приходим в класс. В саду березки с пленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Судан и ребятишками с финалами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь десять глазов пройдено, и здесь мы слово Родина. Первые прочитали по слогам. Ну ничего, молодцы. Повернулись всех к доске. Повернулись, поборгали, посмотрели на табличку. Ну-ка после цивилизации как? Лучше видим? Поборгали глазами. Так. Можно сделать памятник после цивилизации. Ну-ка потёрли руки до тихо. Парминг. Закройте глаза, и вы увидите много-много этих ярких лам. Обратите внимание. Увидели? Вот это и есть те самые солнечные зайчики. Вот много-много ярких лам. Лампу кубавки, Григорьевич. Много-много ярких лампу. Это и есть те самые зайчики. Так. Покачались ноги на ногу. Робокти уперли в грудь. Это же пальминг. Стоя, в грудь, с них там покачались, покачались. И вот надо делать пальминг до того момента, пока не пропадут эти зайчики. Вот у меня их много-много сейчас в глазах этих зайчиков. Лампочка сверкает. И вот она вот все тускнеет, тускнеет. Надо подумать о чем-то хорошем, приятном. Отвлечься. И она, в конце концов, эти зайчики пропадают. Так. А сейчас остановились. Выпримились. Слегка глазки зажмурить. Ослабить. Зажмурить. Ослабить. Зажмурить. Ослабить. Сняли ладошки. В носом написали несколько букв пессимумов. Букву Ща. Букву Ж. Букву Ф. Букву И. А сейчас глазки промокнули. Тереть не надо. Встахнули глубоко. Выдохнули. И открываем. Близко. Быстро-быстро моргаем. А сейчас, соратники, заключительная фаза. Медвежье покачивание с раскачиванием слов. Еще раз поясняю. Вы качнулись влево. Моргнули. Слева от слова дать посмотрели. Качнулись вправо. Справо. То слева. То справа. То слева. То справа. А пока с ноги на ногу летите, еще пару раз моргнуть успеваете. Я вам даже советую дома, справа и слева от каждого слова, по жирной точке нарисовать, чтобы вы с точки на точку взгляд перебрасывали. Итак, ноги на ширине плеч, руки висят. Начали все к окошку медвежье покачивание. И раз, и два, и три, четыре. Покачивание. Раз, как медведь. Два, три, четыре. Поморгали. Качаем слово дать. Слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа. Ногаем, ногаем слева, справа, слева, справа. Вторую строчку качаем. Слово людям. Слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа. Слева справа, слева справа, четвертую строчку качаем, слово «возможность», слева справа, слева моргаем, 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 не забываем моргать, сморгнулись, моргнулись, поморгали, моргание расслабляет мышцы глаз. Четвертую строчку качаем. Возможность. Слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа. Вторую строчку качаем. Слово людям. Слева, справа, слева, справа, слева, справа. Слово дать качаем. Слева, справа, слева, справа, слева, справа. Остановились все. Чуть-чуть. Откройте его. Не откройте, чтобы табличка была. Закрыли его. Так. А сейчас все глазки поморгали глазками. И близорукие сделали не только китайские глазки, прочитали несколько строчек. Китайскими глазками прочитали несколько строк. Прочитали несколько строчек. Так. Прочитали, запомнили, поморгали. А сейчас я попрошу, все в маленькую дырочку сделайте и прочитайте через дырочку несколько строк. Маленькую дырочку прочитайте через нее несколько строк. Один глаз закрыли ладошкой, а второй маленькую дырочку. Маленькую, чтобы иголочка пролазила. Один глаз обязательно ладошкой закрываю, чтобы вы его не щурили, а легонько закрыли ладошкой. А в другой глаз взяли и в дырочку посмотрели, прочитали прямо несколько строк. Заполните эту дырочку, когда надо что-то прочитать, особенно дальнозорким, вблизи что-то прочитать, в дырочку разглянули, все сразу увидите, и часы, и билеты, и тексты прочитаете, и цены, и все, что надо. Второй глазик проверили дырочкой. Второй глазик проверили дырочкой, так. Один закрыли ладошкой, а второй смотрим в дырочку. Памятник мы сделаем дырочку. Так. А теперь давайте астигматичные точки посмотрим. Один глаз закрыли ладошкой, на втором тихонечко его нажали, можно двумя пальчиками прижать. Нажали тихонечко и смотрим. И посмотрели, в какой строчке вы видите буквы со астигматичной точки. Какой точек? Астигматичные точки. Запомнили. Так, поморгали, другой глаз астигматичную точечку попроверяли. Тихонечко понажимали его, посмотрели. Попрыгали, посмотрели. Так. Сколько сегодня строчек вы увидели? Шесть? Хорошо. У вас рассматривалось восемь. Вы сколько? Четыре. Похоже чуть. У вас? Четыре. Хорошо. Певь. Хорошо. Шесть. Хорошо. Все, соратники. На этом кончено. Шесть. Молодцы. Молодцы. Слава. В программе. Все откройте конспекты и напишите. Другие вредные привычки. Другие вредные привычки. Другие вредные привычки. Я вам говорил на первом занятии, что метод универсальный позволяет человеку избавиться от любой глупости в голове. Для того, чтобы избавиться от любой вредной привычки, составляется специальный дневник Шичко. Запишите все. Дневник Шичко. Другие вредные привычки. Дневник Шичко – это самоотчет... Нет? Ручков. Ну да, ты красный. Возьмите мою. Что-то не вижу. Потом. Потом подойдем. Ну кто-то может тянул. А шичко? Ну ладно, ничего. Итак, дневник Шичко – это самоотчет, самоанализ, план на завтра, и самовнушение. План на завтра и самовнушение. Все дневники Шичко строятся по этой классической схеме. Возьмите дневник коллекции зрения. Вначале идет самоотчет, да? В измерении, как питались, как обливались, как там делали упражнения, в каких условиях, как нервничали и так далее. Потом идет блок самоанализа. Каково у вас соотношение к тем или другим вещам? В каком случае некоторые люди поступают так или иначе, а как вы поступили вы? Потом идет важнейший блок – план работы с глазами на завтра. И заканчивается все написанием самовнушения. Вот завтра вам тут раздадут дневнички по табаку. Там идет отчет о табачном отравлении за день. Потом идет анализ, как и что человек, значит, относится к чему. Потом план табачного отравления на завтра составляет, где он и как, и зачем себя будет травить табаком. И потом пишется самовнушение. У меня в 89-м году на занятия приехало два руководителя одного Новосибирского завода, директор и главный инженер. А тогда, помните, была очередная горбачевская дурь, выбирали директора. Помните, на заводе выбирали директора. И их не утвердили на трудахом коллективе, потому как они оба матершинники, матом матерятся. А они говорят, а как мы можем, вот избавитесь от матершины, утвердим. Они говорят, а как мы сможем избавиться, а наша матершина сама из нас прет. А один наш соратник, он-то там эту кучу и заварил. Он говорит, а вот Жданов выступал, сказал, можно по методу Шичко избавиться от сквернословия. И они приехали просто из любого, неужели можно избавиться? Я говорю, да вы знаете, я не знаю, но Шичко утверждает, что можно. А давай попробуем, и давай попробуем. И я им составил дневничок против сквернословия. И они каждый вечер давали отчет о сквернословии за день. И вот он сидел и вспоминал, кого он сквернословил за день. Давал отчет. Потом анализировал, зачем люди сквернословят. Но больше всего им нравилось писать план об матерении на завтра. И вот он сидит и составляет план завтра в 11 утра вызову начальника цеха его об сквернословии. А он вызывал начальника цеха, но ведь он же об этом думал. Правда, это же не просто так. Но никак с человеком без всяких матов с ним поговорил. Избавились, кстати, оба от очень опасной и вредной привычки сквернословия. Запишите все. Четыре основных вопроса психоанализа Шичко. Первый. В каком случае некоторые люди им многоточие? В каком случае некоторые люди им многоточие? Вот здесь можно поставить любую вредную привычку. Употребляют алкоголь, колются наркотиком, ревнуют, чего-то боятся, ленятся делать упражнения с глазами и так далее. Второй. Зачем они это делают? Второй вопрос. Зачем они это делают? Зачем они это делают? Третий вопрос. Что в этом неправильного, плохого? Что в этом неправильного, плохого? Плохого? И четвертый вопрос. Как в этом случае поступите вы? Как в этом случае поступите вы? Ну вы на эти вопросы отвечали целую неделю, да, насчет алкоголя и ленятся делать упражнения с глазами. А я вам для примера расскажу, как я свою младшую дочку избавлял от страха перед экзаменом. Страх перед экзаменом это тоже дурная привычка, дурная установка в голове. От нее можно избавиться по методу Шичко. Когда она заканчивала 9 класс, у них было 4 экзамена. И вот ходят, зубами стучат, друг на друга страху с подружками нагоняют. Я смотрел, смотрел, мне это надоело. И дня 14 экзамена она только в кровать спать ложится. Я говорю, ну-ка, Наташа, сядь, ответь на 4 вопроса. Первый. В каком случае некоторые люди боятся экзаменов? Она тут же отвечает. Некоторые люди боятся экзаменов, когда не знают билет номер 8, 12 и 20. Точка. Все. Не знают, приплыли. Но вдруг попадется, двое уж получишь. Потом мы и боятся. Зачем это делают? Пишет, не учили. Что неправильного? Пишет, надо учить. А как поступите вы? Она говорит, а что писать? Я говорю, думай. А что думать? Ну, думай. Она пишет, выучи билет номер 8. Я говорю, так учи. Она, нет, спать-ка нет. Я говорю, выучи. Напиши шпангалку, а потом ложись спать. Вот она сидела, минут 30 разбиралась, писала, легла спать. На следующий день только спать. Опять за стол отвечай. Выучила 13-й, выучила 20-й. А накануне экзамена в ночь села и пишет, а что их боятся? Ставь, как говорится, на хорошо и отлично. И мы удивились. Она на 4 пятерки сдала экзамены в 9 классе. Учителя удивились. Говорят, вашу Наташу было не узнать. Такое ощущение, что она всю жизнь только тем и занимается, что экзамены ходит, сдаёт. Никакого тебе ни страха, ни волнения. А когда она поступала после 11-го класса в Академию экономики и управления, конкурс был бешеный, 12 человек на место. Она уже сама за 2 недели говорит, папа, давай с тобой позанимаемся по этой системе. И она сдала на 3 пятерки, 1 четверку, прошла, всё. И она у нас все 5 лет получала стипендию. А последние 3 года с половиной только на 1 пятерки училась в этой Академии, потому что ей это очень сильно помогало. Кто из вас, кстати, соратники, в ночь перед экзаменами писал шпаргалки? Поднимите руки. Все писали. Я ими никогда не пользовался, потому что ими пользоваться не надо, они все были в голове. 100% метод шичков. Перед сном записать информацию себе через глаза, через руки, через уши. Это, так сказать, все знают. Еще несколько слов. Запишите всем. Операции на глаза. Операции на глаза. Есть разные операции. Вот, скажем, приваривание сетчатки – это операция полезная. А вот всякая операция, когда режут мышцы – это вредительство. Это точное вредительство. И вот сейчас, и упаси вас Господь, воспользоваться вот новой рекламируемой методикой, новый взгляд у нас в Новосибирске, эта компания называется «Эксимер». Когда за 30 секунд обещают убрать безорукость, дальнозоркость и астигматизм. По согласию нет. Дело в том, что люди придумали очки, но очки человеку калечат глаза. Потом из очков сделали контактные линзы, приклеили к глазам. Это те же очки, но приклеенные глаза. Так вот, эта фирма за 30 секунд выжигает верхний слой роговицы лазеров с помощью заданной программы. И делают очки из ваших глаз. Делают очки из глаз. Но если эти очки можно снять, контактные линзы можно снять, то эти очки снять уже вообще невозможно. И человек в них просто, как говорится, ходит. Но да, человеку сделали операцию лазером, через 30 секунд открывает глаза, все видит, но глаз-то у него больной. Глаза-то больные, глаза-то вытянутые, мышцы-то не работают. И у него продолжает глаз все больше и больше удлиняться, падает работоспособность мышц. Он видит, а глаз больной. И в результате, спустя 2-3-4 года, он снова вынужден идти либо к ним дальше и выжигать, либо нацепить очки снова уже из этого исходного состояния. Поэтому это очень опасные вещи. И я вас заклинаю, вас, ваших родственников, близких, пользоваться услугами всех нововведений в области здоровья и особенно в области зрения. Метод убийца 100 лет. Сотни миллионов людей во всем мире восстановили себе зрение по этой методике. Вот это правильно. А вот то, что там рекомендуют, это совсем не так. Что? Кулинкова клиника. Да, да, да. Клиника Кулинкова. Новый взгляд, это все одна и та же компания. Это выкачивание денег из людей. Они сами дают, люди там тоже, они циничные люди. Сами, между прочим, все в очках стоят, а себе-то не делают таких операций. Себе не делают, я не знаю, чревато. У него там разные были тоже операции. Но вот то, что они резали мышцы, это вредительство. Он метод убийца прекрасно знал. Прекрасно знал. Но его купили. На продаже очков во всем мире компании, производящие рекламирующие очки, имеют около 30 миллиардов долларов чистой прибыли. Вот эти доллары и не дают возможность мне выступить по телевидению, рассказать людям, что люди, можно все, что хотите сделать. А реклама очков идет постоянно. У меня жена как-то пришла, говорит, у нас первый случай рэкета в поликлинике. Что такое? К глазному врачу пришли двое молодых людей с наклеенными бородами и гусами. И сказали, если ты пациентов за очками не будешь посылать в эту аптеку, твоим детям будет плохо. Там в ужасе прибежало, все. Махина стопроцентная. Деньги. Как оправы и сказали, если не знали, долго. Ну, такие уж я не знаю, оправы кто носит, но все равно это дорого. Все равно накладные очки, они же бьются, теряются, ломаются. Зрение ухудшается, надо более сильные покупать. Там же целая промышленность работает на эту тему. Так, запишите все. Установка в самовнушение против конкретной болезни. Установка в самовнушение против конкретной болезни. Я вам говорил, что вы можете сами себе вместо Кашпировского задавать различные оздоравливающие установки, и они проходят и работают намного эффективнее. Значит, звучит установка так. Запишите, она должна быть 13А. Установка 13А. 13А. После 13-го или перед 13-м в самовнушение вставить эту установку. Звучит она так. Я отказался травить себя, или отказалась травить себя алкоголем и табаком. Я отказался травить себя алкоголем и табаком. Я веду здоровый образ жизни. Я отказался травить себя алкоголем и табаком. Я веду здоровый образ жизни. И поэтому... Здоровый образ жизни. И поэтому... Многоточие. Вот здесь можно поставить любую оздоравливающую установку. И поэтому... Ну, запишите, например, так. У меня лучше растут волосы. Ну, к примеру. И поэтому у меня лучше растут волосы. На голове добавьте обязательно. То есть вырастут не в том месте. И поэтому у меня лучше растут волосы на голове. Или такую можно установку дать. У меня оздоравливаются глаза. Седина ищида. Седина ищида. Она говорит, ну сходи в кабинет, тебя там выпив, подпишут. Я подхожу, на кабинете написано, не входить, но табло висит, горит. Ну я сел, сижу. Раз табло погасло, выглядывает медсестра и говорит, больной, проходите. Я вокруг себя смотрю, никого нет, я один сижу. Думаю, меня что ли зовут? Захожу, а там врач знакомая сидит. Я говорю, вы что так к людям обращаетесь? Больной, проходите. Да какой я больной? Я в два раза здоровее, вас вместе взяли. Ну уж выглянуло бы, сказала, выздоравливающий, заходи, заходи. А то больной, больной, человеку говори, свинья, свинья, захрюкает. Больной, больной, точно заболеет, если его больным все время кличут. Вот. Значит, эту установочку записали, да? Еще несколько слов о самом методе Шичков. Мы каждый год собираем слет на озере Тургаяк. Это примерно 120 километров от Челябинска, возле города Миаса. Чистое озеро, в горах, прекрасное все. А это озеро, это место отдыха челябинцев. Они туда постоянно ездят отдыхать, ну, ездят травиться алкогольным ядом в условиях природы. Их каждый год заедает. Что за народ приезжает, понимаете, там живут по 10 дней, там смех, круглые сутки, значит, там игры, все и прочее, песни. А бутылок-то нет никаких, ни бутылок, ни сигарет, ничего нет. Вот. Ну, это, это можно, но можно. И упражнения... Закрутил машину и бежать. А я у соратника спрашиваю, я говорю, ну, у кого учились? Ну, он назвал, ну, не самого лучшего преподавателя. И когда после обеда мы собрались на семинар, я говорю, дорогие соратники, поверьте мне, что ни алкоголь, ни табак, ни очки, ни раздельное питание, ни голодание к методу Шичков не имеют вообще никакого отношения. Потому что метод Шичков это метод социально-психологического самоперепрограммирования с помощью написания специальных дневников и самовнушений перед сном. А чем его наполнить, это уже наша задача. Ну, собрались очкарики, очками, алкоголики, алкоголем, наркоманы, наркотиками. Давайте запишем это определение. Метод Шичко, метод Шичко, это метод социально-психологического самоперепрограммирования. Самоперепрограммирования с помощью написания специальных дневников и самовнушений перед сном. Самоперепрограммирования с помощью написания специальных дневников и самовнушений перед сном. И самовнушений перед сном. У нас в нашем движении, соратники, работает очень много талантливых людей. Но самый талантливый преподаватель у нас считается Анатолий Николаевич Миняев. И он дал свое определение методу Шичко. Причем дал он его совершенно случайно. Он разработал свой уникальный курс на основе здравственного православия. Я еще два слова об этом скажу. Его приглашали во все города. И как-то его пригласили в город Нефтьюганск. Ну, первое занятие, вход свободный. И к нему подлетает молодой человек и говорит, Анатолий Николаевич, вы знаете, мне ваш курс вообще-то не нужен совсем. Но у меня в Одессе мама болеет. А говорят, ваш курс очень сильно помогает. Можно я на мотофон запишу, маме пошлю, мама выздоровеет. Он говорит, да ради бога, конечно. Чем больше люди об этом знают, тем лучше. Мы всегда с удовольствием, чтобы нас записывали. Пленки эти распространяли. Но он этого Одессита не научил. Тот побежал вниз и принес с машины большой старый катушечный магнитофон. Знаете, подешевший, с большими катушками. Поставил перед Миняйлой на стол и начал бедным Миняйлой дирижировать. Так, готов? Давай, начинай. Хрюк, значит, на этот магнитофон. А Миняйлой, он по профессии актер-режиссер. У него такая борода. Он вражь-то как войдет, этого пленка порвет. Эээ, стой, подожди, пленка порвалась сейчас. То у него там что-то заезд, то у него там переменить кассету, то кто-то там ногой из розетки эту самую выкнил. В общем, он за 7 дней бедного Миняйлу довел до белого коленя. А все же дома пишут дневники, самовнушения, у всех же результаты. А этот-то сидит, ничего, только кнопки жмет. И когда на последнем занятии в очередной раз у него эта пленка порвалась, Миняйла, наконец, не выдержал и сказал. «Знаете, соратники, что такое метод Шичко? Метод Шичко – это сжигание собственных грехов на костре разбуженной совести. А люди, у которых совести нет, на них метод Шичко не действует совсем. Все раз на этого смотрят другая. А он говорит, как, как, вы сказали, ну-ка, надо записать. Ну что ж вы раньше-то не сказали, если совести нет, так и метод не подействует. Я как дурак сижу тут, значит, пишу, кнопки жму. А вообще, Миняйла разработал уникальнейший метод Шичко на основе нравственного православия. Он дает рекламу «Всех людей избавляю от всех проблем». В семье непорядок – приходи, болеешь – приходи, очки носишь – приходи, колешься – приходи. И всем, кстати, помогает. И он, я вам про Бога начал говорить на четвертый день, а он начинает первое занятие с Бога. Он выходит и говорит, дорогие соратники, поверьте мне на слово, а в течение недели я вам тысячу раз докажу, что я был прав, что есть так называемые законы Божьи. И если человек живет по Божьим законам, он живет долго и живет счастливо. Если он от этих законов в сторону отойдет, ну так и получит ту проблему, с которой вы вот мне ее сюда и принесли. И он перед началом каждого занятия ходит и молитву совершает, и просит благословления на вот это занятие. Его приглашали во все города, в Москве он из Москвы не вылазил. И вот как-то в Москве он ходит по сцене, первое занятие, народ собирается, он ходит, молитву читает на сцене про себя, а окажется, что он без дела болтается. Раз одна женщина вылетает на сцену, к нему подвигает и говорит, Антоник Игоревич, вы знаете, вот у меня сложная проблема, он говорит, идите, идите, поможем, поможем, и пошел. Она говорит, нет, вот у меня особый случай, послушайте, да поможет, поможет, вы садитесь туда, она опять перед ним, нет, вот вы послушайте, особый случай. И он тогда всем говорит, вы знаете, о чем меня спрашивает эта женщина, все раз о чем, а она тоже рот разинула, она еще и не спросила. Эта женщина задает мне очень сложный и очень важный вопрос. Она мне говорит, Анатолий Николаевич, вы знаете, у меня дома на кухне есть розетка. Я как-то вечером домой пришла, два пальчика на слюня вела, как в розетку сунула, как меня только ударила, господи, чуть не насмерть, Анатолий Николаевич, чуть не убила нас. Так это же еще не все, я вам не все рассказала, у меня в комнате под ковром еще есть одна розетка. Я ночью, никто же не видел, я как туда, господи, что делать, скажите, что мне делать, что делать. Ну что ей сказать, ну не суйте пальцы в розетку, ну есть закон, сунешь тебя, током ударит, правда? Так и здесь, ну есть закон Божий, ну так зачем нарываться, нарушать, ну живи ты по нему, и не получишь то, чего ты от этого дела, как говорится, и получил. Запишите все, тесты, тесты. Мы на первом занятии с вами рисовали тест, вот эти проективные тесты, они сейчас рисуночные тесты, очень популярны в психодиагностике. И они позволяют выяснить некоторые проблемы, которые человека мучают на уровне подсознания. Он их сам еще не осознает, а они на рисунке проявляются. Значит, как расшифровывается этот тест? Центральным элементом рисунка является дом. Дом на уровне подсознания ассоциируется у нас. Это наш дом, наша семья, это то, где мы проводим значительную часть нашего времени. И важно, как человек рисует дом. Многие рисуют домик своей мечты. Домик, окошечко резное, ставеньки, крылечко, труба, дым из трубы идет. Вот этим людям дома тепло, дома хорошо, их дома ждут. А есть люди рисуют дом, нарисуют такую вот коробку. Четыре пустых окна, а сверху еще нарисуют крест. Я только думал, что за крест могила. Ага, антенна. Антенна у них эта коллективная. Но ясно, что у этих людей много внимания на уровне подсознания дом семья не занимает. Второй элемент рисунка это ограда. Ограда показывает, насколько вы люди открытые, готовы к сотрудничеству, рассказать, написать о себе. И вот многие рисуют ограду, вот так нарисуют пять колышков и веревочку натянут. Вот и вся ограда. Это очень открытые люди. С ними проблем не будет. А есть люди рисуют просто глухой сплошной забор. И даже калитку не нарисуют, сами через забор домой лазают. Но ясно, что у этих людей они более замкнутые и торопиться о себе рассказать не будут. Следующий элемент рисунка это дорога. Дорога на уровне подсознания ассоциируется у нас, это наше дело, наша работа, наша учеба. Это то, куда мы каждый день топаем на работу, по дороге же идем и возвращаемся назад. И важно, как люди рисуют дорогу. Многие рисуют дорогу от крыльца, вот так вот идет дорога. У этих людей гармония между семьей и домом. Да, работа начинается между работой и семьей. Работа начинается из дома, домом же работа и заканчивается. А есть люди нарисуют дом, а здесь такую автостраду. И даже тропинку к ней не покажут. Вот у этих людей жесткой связи между семьей и работой нет. Да, семья, семья и работа, работа. На рисунке это и проявляется. Следующий элемент рисунка дуб и береза. Дуб на уровне подсознания ассоциируется с мужским началом. А береза это начало женское. И важно, как человек рисует дуб и березу. Ну, многие рисуют основная масса большой дуб и небольшую березу. Я считаю, что это правильно. Да, мужское начало ведущее, более сильное, женское подчиненное. Но иногда бывает перекос. Береза намного выше дуба. Я считаю, это перекос в сторону женского начала. Очень важно, где рисуют дуб и березу. Вот это очень важно. Многие рисуют дуб и рядом с ним березу. И с его ветвями день и ночь шепталось. Помните, как песня про рябину? Я считаю, что у этих людей полная гармония на уровне подсознания между мужским и женским началом. Да, мужчина и женщина идут по жизни рядом. Они их рядом и нарисовали. Часто бывает так. Дом с одной стороны дуб, с другой стороны береза. Тоже правильно. Мост, дом, семья тоже держится. Ведь и на мужчине, и на женщине. Но бывают иногда курьезные рисунки. Тут дом оградят, тут береза он оградит. А тут за дорогой, где-то далеко-далеко дуб гуляет. И вот, значит, есть проблемы с дубом, раз так далеко его гулять бедного направили. Следующий элемент рисунка – это мешок яблок. Мешок яблок, соратники, это наша с вами душа. И важно, где и как человек рисует мешок яблок. Некоторые рисуют вот так вот мешок, а сверху еще гора яблок. Вот это люди с открытой душой. Да, сказали, мешок яблок, и они нарисовали и мешок, и яблоки показали. Все как сказали, так и рассказали. А есть люди, нарисуют мешок, да завяжут. Да еще и непонятно, что у него. То ли яблоки, может деньги. Это более замкнутые, закрытой душой люди. Очень важно, где и как, где рисуют мешок яблок. Вот это очень важно. Вот есть люди, которые развязанный мешок яблок рисуют посреди дороги. Я их называю наш золотой фон. Это настолько щедрые духовно люди. Ну, пропадет же мешок яблок. Ну, ешьте, люди, вот он, идите мимо, ешьте. Я буду радоваться. А есть люди, мешок завяжут. Да за забором. У нас ли дома? Мое, мое, куркули. Я, прежде чем поставить этот плюсик, смотрю, проверяю, все ли элементы на рисунке присутствуют. И вот как-то в Москве я проверяю группу и смотрю, нет мешка с яблоками. Ну, нет на рисунке мешка с яблоками. А потом смотрю, нарисована такая стрела и написано, мешок там. Мешок там. Ну, и последний элемент рисунка – это змея. Змея – это никакой не символ мудрости. Змея – это горе, это неприятность. И важно, где и как человек рисует змею. Многие в углу рисунка вот так ее свернут клубочком. Да, собственно говоря, здесь ей место. Но есть рисунки, на которых змея ползет по дороге. Но ведь это же абсурд, правда? Дорога, по которой вы ходите, на ней нарисовать змею. Либо подстерегает змея возле дороги. Это говорит о том, что у человека какая-то тревога на уровне подсознания относительно работы, где она присутствует. Но что-то заставило нарисовать змею на дороге. А есть иногда рисунки вообще страшные. Змея вползает в дом. Это же вообще абсурд. Дом, где жена, дети, семья – нарисовать туда змею. У этих людей настолько гнетущее психологическое состояние, что им нужна просто срочная психологическая помощь. Ну, а иногда бывают и курьезные рисунки. Тут все вроде нормально. Дом, ограда, береза, дуб. Дуб за дорогой. А вокруг дуба кольцами, кольцами душит несчастный зуб. Дуб – это змеюга. Ну, тут тоже понятно, какие проблемы. Проблемы, они тут, как говорится, налицо. Что? На ограде тоже что-то. Вот тревога за дом есть. Раз за дом, за работу, караулит змея. То ли туда, то ли сюда прыгнуть. Вот. Я вам советую, соратники, запомнить этот тест. И когда вы пойдете на очередную гулянку, вы возьмите с собой тортик, листочки бумаги и карандашики. И пока вся губ-компания не успела отравиться алкогольным ядом, дайте им нарисовать этот тест. Тут же проверьте, расскажите. И когда в компании все друг про друга все знают, хохоту будет на месяц. У кого где дуб, где береза, где змея, где мешок, где англок, все, в общем-то, сходится. Надежность этого теста около 75%. То есть 75% сходится проблем. Чтобы точно узнать, что есть эта проблема, надо еще несколько тестов поместить. А если дорога из Видества? Дорога из Видества, ну, тоже. Подумайте сами, что это значит. Здесь прямая дорога, видать, тяжело вам дается, ваше дело, которому служите. А сейчас соратники. Значит, мы для экономии времени сегодня про наш клуб «Луч», про то движение, которое здесь есть, рассказывать не будем. Завтра вы встретитесь с Григорием Ивановичем и с Александром Алексеевичем. И они вам, в общем-то, все это дело расскажут. Я вам хотел только еще несколько слов сказать об одной очень интересной вещи, которую в этом году к нам на Тургаях привезли, рассказали. Я вообще был поражен. Вещь очень такая новая, передовая. Она уже несколько лет в нашей стране работает. Дело в том, что я сам пчеловод. Я пять лет у себя на даче держал пчел. До 13 ульев у меня было на даче. То есть я такой заслуженный пчеловод Российской Федерации. Я пять лет выписывал журнал «Пчеловодство». Я прочитал очень много книг и на русском, и на английском языке. То есть специалист я, ну, очень такой качественный в области пчел и пчеловодства. И вообще говоря, меня тоже в свое время поражало, Россия всю жизнь поставляла на мировой рынок самые лучшие меды. То есть самый лучший мед до революции во всем мире считался российским. Его фактически на вес золота покупали, как лечебное средство. И вдруг я заметил, что у нас после Великой Отечественной войны экспорт меда упал практически до нуля. У нас почти никто мед не покупает. Меня это вообще так заинтересовало. Ну как, ну вроде мед считается, мед тут у нас и алтайский, и там сибирский и прочее, а его все равно замок не покупают. И я выяснил, оказывается, основное в меде показатель называется неосказное число. Когда пчела собирает нектар, она в этот нектар сама вырабатывает ферменты пчела и добавляет в этот нектар. И превращает этими ферментами нектар в мед. И вот чем больше пчела добавляет своих ферментов в нектар, тем выше ценится мед, тем выше его диастазное число. И у нас до революции в России было самое высокое в мире диастазное число меда 50. Но после Великой Отечественной войны была сделана, наверное, все-таки диверсия против нашего пчеловодства. А дело в том, что у нас в стране работали северные пчелы. Среднерусская пчела, северная пчела. Она очень медленно летает, она очень мало собирает нектара, но очень много дает своих веществ, чтобы делать мед вот такой вот очень полезный, то есть высокого качества. И у нас в стране начали менять породу пчел. И породу пчел среднерусскую почти уничтожили. Завезли кавказский пчел, австралийский пчел. Эти пчелы очень быстро летают, много нектара собирают, но диастазное число понизилось от 8 до 12. И такой мед никому за границей не нужен, просто сладкая патока. И вот когда наша большая группа энтузиастов в Москве, в Перми, они эту проблему заинтересовались, и они решили возродить славу русских пчел. И они возродили чистую породу, сумели разыскать, возродить породу среднерусской пчелы. И они в Прикамье, это Пермь, северный район, развели огромное количество вот этих вот пчел. Они малопродуктивны, дают меда мало, там, ну, по 15-20 килограмм, но зато диастазное число подняли 48-50. И вот на последней выставке в Париже, когда проходила анализ меда, сказали, вот самый лучший мед. Но когда узнали, что это из России, то первое место не присудили никому, а российскому меду дали второе место, так сказать. первое место решили не присуждать. Ну, потому что из России. Потому что такого быть не должно. Вот. И они создали фирму, и на основе этого своего высокодиастазного меда начали создавать очень интересную пчелопродукцию. И они создали, они раскрыли секрет русских лечебников. А во всех русских лечебниках было написано, что против всех болезней надо лечиться чаем с медом. Но чаем с травами, с медом. И они долго думали, почему, так сказать, именно травы, разные травы. И оказалось, что мед, это кладезь, особенно вот этот высокодиастазный мед, это кладезь витаминов, микроэлементов, полезных веществ. Но чтобы их направить на больную печень, почки, там, на голову, на мозг или на что-то, нужен паровоз, который бы их туда направил. А паровозом является специальная трава. И вот если в сочетании вот этот мед плюс какая-то специальная травка, то тогда эта травка транспортирует мед как раз туда, куда надо для оздоровления. И вот в лечебнике написано, там, чай с медом смятый, там, от головы, чай с медом, там, с каким-то пустырником, там, от того, ну, я уж не знаю, но вообще все. И оказалось, это чрезвычайно важно. И они создали апифитопродукцию. Они взяли вот этот мед, смешали с пыльцой этих трав, которые там были, ее помешали, и выпускают это дело очень здорово. И вот я, например, у себя дома сейчас пользую так. Я беру пару ложек вот этой апифитопродукции, она довольно дорогая, а еще 2-3-4 ложки своего меда съедаю, и все равно эта травка, она мед отправляет туда, куда надо для оздоровления, для лечения тех или других веществ. Кроме того, они разработали вообще уникальные вещи, уникальные вещи. Они создали IPV, создали водный раствор, медопрополисовый раствор, который они пишут у себя в проспекте, я, правда, не пробовал, но они пишут. Но это известно, что мед помогает рассасывать лауком и катаракты, а они пишут прямо. Этот у них, эти капли, рассасывают лауком и катаракты. Прямо у них это все написано. Вот в сочетании с той гимнастикой, с тем голоданием, которое мы очисткой ведем, я думаю, что вот эти препараты, конечно, ну просто эффективность, их трудно переоценить. Что? Не понял. Город, он у вас тоже есть. Я сейчас расскажу, где это взять. Завтра вам все подскажем. Вот. И последнее. В пчеловодстве меня поразило, вообще меня поразило, я пять лет наблюдал жизнь пчел. Пчелы живут на свете 70 миллионов лет. 70 миллионов лет. И не меняется. И по совершенству организации ничего подобного нет. То есть человеческое общество, от пчелинной организации, ну я не знаю, как говорится, от Крыма до Нарыма. То есть как организована вся пчелинная семья. Но меня поразило, в пчеловодстве есть такой препарат у них, вырабатывают пчелы, называется маточкино молоко. Маточкино молоко раньше ели только королевские семьи. Это называлось королевским едой, маточкино молоко. А суть маточкино молока в том, что вот пчела, матка сносит яичко, сносит яичко. И если эту личинку из яичка кормить медом, то вырастает рабочая пчела. И живет эта пчела максимум 6 месяцев. Максимум срок жизни 6 месяцев. Это в зиму, которая уходит. А летом 40 дней. И погибает. Умирает. А если эту личинку, точно такую же, кормить всю жизнь маточкиным молочком, то живет она до 20 лет. Это пчела-матка. То есть живет в 40 раз дольше. Продолжительность жизни из-за одного питания в 40 раз возрастает. И вот они сделали тоже препараты. Называется королевское желе. Я тоже пока не пробовал. Но вот рассказали. Я думаю, это действительно тоже удивительный препарат, который позволяет нормализовать все жизненные функции в организме. Значит, как работает эта система? Эта система, у них система такая. Во всей стране у них 130 городов, где есть их склады. Этой продукции. В том числе и есть склад в Абакале. Но если туда прийти покупать просто по розничной цене, я вот не принес сюда, то стоит продукция очень дорого. Вот эти капли, 70 грамм капель для глаз, которые вот я вам говорил, они в розничной цене стоят у них 97 рублей. Но если покупать у них эту продукцию на складе, покупать, договор заключил, то она ровно в два раза дешевле. То есть 56 рублей стоит эта штука. Скажем, все эти вот наборы, которые тоже, они так стоят, скажем, 150 рублей, а в розничной цене они до 300 доходят. Поэтому, соратники, я вам очень советую приобщиться. Наши предки постоянно ели мед, и мед считался одним из самых основных продуктов оздоровления организма. Вот до революции, то есть всегда он был на столе, и это дело надо. И если у вас есть возможность на семью, хотя бы рублей на 100 в месяц на всю семью покупать вот этой вот продукции, высококачественной, причем там написано, у них примерно около 40 наименований от разных болезней, от разных вещей, у них все это отработано и сделано. Значит, что нужно сделать, чтобы записаться? Послушайте внимательно. Завтра, завтра, вы когда придете, принесите с собой, захватите паспорт, паспорт, нужны там паспортные данные, так? И захватите с собой 120 рублей, потому что у них вот этот вот договор, это большая папка, там проспект, описание всех препаратов, ну все, все там у них по-догому написано, у них заключение контракта с фирмой стоит 120 рублей. Но вы получаете этот полис от этой фирмы, и потом всю жизнь ходите туда за полцены, берете эту продукцию, а если вы еще, так сказать, много ее берете, то вам еще там они скидку предоставляют, ну то есть у них там разработана специальная система. И вот завтра можно будет, Григорий Иванович, здесь он подойдет, он в общем ваши соберет, эти все вещи подпишет, и потом вам это дело передаст сообщит, и можно и нужно пользоваться. Особенно, я говорю, тем, кому надо очистить глаза, медом, я всегда рекомендовал очистить глаза, но оказывается, меду рознь. Мед низкодиастазный, это же рознь, что сахарной водой глаза промывает. А вот мед высокодиастазный, вот этот вот мед, этот мед, конечно, его, так сказать, активность биологическая в десятки раз выше, чем обычного меда. Что? Проба какая? Нет, здесь есть, в Абакане есть склад. Но на рынке здесь мед лучше не покупать, потому что здесь мед низкодиастазный. Да, то есть здесь эти все пчелы кавказские, ну я знаю, они очень много собирают, патоки, но мед качество, он вроде и пахнет, и все, но качество, то есть пчелок туда мало этого. А вот мед северный, северный мед, северных пчел, там высокодиастазный, они мало собирают, но мед очень высокого качества. Владимир Георгиевич, что? Владимир Георгиевич, а я нарисовала змею, на мешке яблок обвела, что это такое? Это на душе у вас какая-то тревога. Да, я могу. Ну ничего, я думаю, пройдет, после наших курсов уйдет змея туда, куда надо. Мед есть, но это сложный анализ, у нас в Академгородке делают его, но в институтах, у нас есть институт органической химии, там делают анализ на диастазное число меда. Ну вот у нас в предгорьях Алтая, повыше туда, где похолоднее, там мед хорошего качества. А степной Алтай мед дает уже патуха, то есть уже низкодиастазное число, и пчелы там уже не те. То есть это вот мед северных пчел, вот это мед действительно высоко качество. Да, на ночь закапывать глазки, там на ночь можно, ну как спокойное время, закапывать. Поэтому я еще раз говорю, завтра подойдете, Григорий Иванович он тут вам это дело все подскажет, подпишет, подпишет в это дело, не жалейте. Вот этот контракт, который, ну, заключает фирма, ну, он оправдывается в течение двух месяцев, то есть тем, что продукция берет из ума. Что? Покупать всю жизнь, поможет. Покупать всю жизнь, да, склад там всю жизнь работает, туда вы приходите, вам специальное приглашение, карточка, вы показываете, протягиваете, они там регистрируют, на ваш счет записывают эту продукцию и берете, покупаете по оптовой цене. Вам скажите капли для глаз? Что? Капли для глаз. Капли для глаз, там вообще есть все продукты от всех болезней, от разных совершенно, нормализует, так сказать, обмен веществ, суставы, сосуды, кровь, ну, против всего, они уже на приток. Они просто секрет старых рецептов, народных лечебников, трава, медолечение, открыли, и они его, так сказать, восстановили, и сейчас активно это дело используют. И еще заранники, кто из вас в Новосибирске бывает, ну, довольно часто, поднимите руки. Я, потому что, не бывает никто, да, потому что, если кто-то бывает, у меня есть тоже несколько бланков договоров, вот, вот эта фирма, которая Витом и Фитом, но это бесплатные договоры, тут вообще ничего платить не надо. То есть, если кто-то постоянно ездил, можно было бы туда на склад заходить и по оптовой цене тоже брать продукцию, сюда как-то привозить, то есть продукции, вот этой продукции тоже нет, аналога в мире, вот то, что делает наша Академгородковская микробиологическая фирма, это то, чего во всем мире еще нет, и не скоро будет. Ну, если никого нет, обычно, если кто-то ездит в Новосибирск, я ему всегда этот договор ему даю, чтобы он там обвел возможность покупать не брать. Ну, а сейчас, я еще раз говорю, завтра у нас с вами, у вас будет встреча, я сегодня уезжаю, меня не будет, а следующее занятие, многие спрашивают, когда в следующий раз, скорее всего, конец января, начало, скорее всего, начало февраля, то есть, вот в это время, я сюда обычно два раза в год приезжаю, летом и в феврале. Обязательно, то же самое, зрение, зрение, вредные привычки. Нет, то же самое примерно будет, но если кому-то надо, сейчас многие просто пришли второй раз послушать, ну, это же интересно, кому-то надо повторить, просто посетить, бинок получить соответствующий, так что это все может, да. Теперь зарадники, спрашивали тоже, можно ли где видеозапись этого курса приобрести, кто-то хочет послать родственников, тогда можно, у нас вот Григорий Иванович, он записывал этот курс, и завтра, Григорий Иванович, скажите, где, запишите его телефон всех, кстати, запишите телефон Григория Ивановича Тарханова, он председатель клуба «Луч», Григорий Иванович Тарханова, председатель клуба «Луч», у него, кстати, вся видеотека, у него даже есть курс видеозапись «Меняйла», это вообще чудо, я его сам смотрю, мне не надо никакого ни театра, Никакого понятия юмористов, то есть более веселого, интересного и полезного зрелища, чем, скажем, курс Минейла по телевизору посмотреть. Я не знаю, придумывал ли человечество. У него есть тоже записи того курса. Значит, телефон у него 584-40. Жена тоже соратница у него. И у него, в принципе, можно договориться, он перепишет вам, ну там, какая-то, в общем, небольшая оплата. Газета перепишет вам весь курс и можете его приобрести на кассетах, у него заказать. Он этим занимается, и мы это приветствуем. Чем больше вы по стране углей раскидаете этих, тем лучше. Чем больше людей будет обо всем знать, тем лучше. И газета «Заратник» у него тоже подойдет. И посмотрите, у него несколько номеров очень важных, очень интересных. Там все материалы для ваших споров, для ваших разговоров. Что подписаться можно на постоянную. Да, можно, кстати, и подписаться на эту газету «Заратник». Это стоит, наверное, я не знаю, сколько рублей, 20 рублей в год, да? 15 рублей в год. Ну, а там с пересылкой, если по почве, то это дороже будет. 15 рублей в год подписаться. Каждый месяц вам будет эта газета «Заратник» будет ее забирать. А у него же там же, у него же, там же у него подписаться на эту газету «Заратник». Ну, что? Лучше у них было помещение, а у них отобрали. То есть сейчас же это все дико дорого стоит. Для ресторана место, пожалуйста. А вот для клуба трезвости, трезвого здорового образа жизни, место негде дойти не было. Ну, завтра вам все расскажут. Вы придете завтра здесь, в холи соберетесь. Погода будет хорошая на улице, и вам все расскажут, все покажут, объяснят новые материалы дома. Ну, а сейчас, соратники, прежде чем мы с вами скажем друг другу «До свидания», я бы хотел вам рассказать маленькую притчу и рассказать последнее в своем курсе стихотворение, о котором я обычно завершаю курс. А притча будет такая. Вот представьте, я бы с крыши одной девятиэтажки на крышу другой девятиэтажки положил вот такой ширины доску и попросил бы вас по этой доске с крыши на крышу перейти. Кто-нибудь бы пошел? Да нет, конечно, но это же глупо. Но ведь оборвешься, насмерть расшибешься, но кто-то, говоришь, идиот пойдет по этой доске. А представьте, что я бы одну доску другому, от одной девятяжки другой, от подъезда к подъезду на землю положил и попросил пройти. Да вы бы бегом пробежали, правда? Так вот, соратники, ваш дальнейший путь лежит не на девятиэтажной высоте, а ваш дальнейший путь лежит на твердой земле. И идите по этому пути, на который вы встали твердо, вступайте твердо. И не бойтесь даже оступиться по этому оптимальному жизненному пути идя. Потому что в этом городе у вас есть искренние друзья, которые вам готовы помочь, даже если вы оступитесь, снова встать на эту правильную, правильную дорогу и прожить жизнь достойно и прекрасно. Ну а сейчас я хочу сказать огромное спасибо соратникам, которые помогли нашему Союзу борьбы за народную трезвость. Поверьте, что ваши деньги пойдут на очень серьезные и очень благородные дела. Ну а закончить я хочу стихотворением, которое написал наш соратник Борис Кардаш. Борису было всего 17 лет, когда он написал эти стихи, и он только поступил на первый курс Томского государственного университета. И стихотворение он назвал так «Очнись, Россия! Очнись, великая Россия! Из пьяных четверенек встань! Довольно алчным ханом змея платить чудовищную дайки! Быть или пить — всего два слова, Но в них душою мы горим. Вот наша поля Куликова, Вот где зарусь он поставил. И если хочешь ты, отчизни, Хмельные путы разорвать, Вернуть народ свой к трезвой жизни, Возьми свой меч, Встань в нашу рать!» Спасибо вам большое, соратники, За ваше терпение, За вашу работу. Еще раз говорю, не говорю, вам всем прощайте, Говорю, до свидания. Наверняка будем общаться, Будем вместе бороться за то, Чтобы спасти себя, Спасти детей, спасти нашу страну От той страшной участи, Которой и уготовало вот это Людовецкое мировое сообщество, И то, что безобразие творится на нашей земле. Никто за нас в порядке и чистоту На нашем доме, на нашем планете нет. На конверте мы просто отмечаем Те материалы, которые вы сдали. Дневнички, анкеты, и там сразу видно, Кто сачкует, а кто все написал домашние задания. На конверте сразу, оно, как говорится, Мы видим, это досье на вас небольшое Собрано на этом конвертике. Ну а сейчас, соратники, Можно еще посмотреть литературу, Можно подойти ко мне, пообщаться, Какие-то вопросы задать, Руку пожать, кто-то хочет. Ну а всем остальным, до свидания, Всего вам доброго. Приходите на встречи. Большую благодарность от всех нас, Нашему, ну так скажем, Чудо-человеку, Учителю, который вдохнул в нас, Ну так скажем, Большое желание жить И вот перестроиться. Понимаете, я иду, И я прыхаю, прям, я снимаю очки, До того они мне были тяжелые, До того они мне были надоели, Вот прямо висели они на меня верхом. Я снила, пусть даже я что-то не вижу. Вы знаете, я пришла к студентам, Я многое повторила, Я, да, тише, кучу. Я многое повторила, Я извинилась с ними людьми. Вы знаете, я, вот, И мне спрашивают, Почему ты носила очки? Ты же видишь. А вы знаете, у меня был страх, Что я как-то снимочке, У меня глаза люди засмотрят. Как же я бы был, Я всю жизнь учила студента. Я проработала в Томском университете, Я работала, вот, В нашем предыдущем институте, За мной какой-то хвост Таких студентов, Которые, Девочки, Не знают, как меня благодарить. Я думаю, Ну как же я такая, Живая будет перед ними стоять. А я теперь, Вы понимаете, У меня такое, Я не чувствую это. Пусть я до пришла, И видишь, Я не так буду смотреть, Потому что я снимала очки. Ну только очки, Которые смотрят. А у меня были очки, Которые я правильно смотрела, Одним глазом правильно смотрела, А другой не туда. Вы на меня не смотрите, Вы меня только слушаете. Знаете, я пойду. Можно я раз поцелую? Ну, до свидания. Спасибо, Савельевна. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.